Глава четвертая Разбросаны и отделены друг от друга Глубокими ущельями Затрудняли возможность создания Единого сплошного фронта обороны Кроме того, характер гор Их крутые, обрывистые склоны Создавали у подножья Много мертвых пространств Недоступных к действию Ни артиллерийского, ни ружейного огня Обороняющихся Чтобы ликвидировать этот крупный Недостаток обстрела мертвых пространств Приходилось устраивать Многочисленные мелкие батареи И компониры с легкими полевыми пушками Вследствие этого Получилась весьма сложная система Большого числа различных укреплений И опорных пунктов Которые надо было как-то связать между собой Для этой цели Использовали старую китайскую стену Вал, построенный Германскими инженерами Еще до Японо-Китайской войны Он имел почти соженную высоту При толщине в 2-3 сожени С банкетом для стрелков Уклооршина шириной Он был отлично применен к местности Так как давно зарос Такой травой, которая щедро покрывала Всю местность перед валом Начиналась эта стена на берегу моря И шла на версту две позади фортов Подходя вплотную к литерным батареям И второй линии обороны До долины реки Лунхэ Прикрывая Артур с северо-востока Все впереди лежащие форты и укрепления Соединялись с валом При помощи ходов сообщения И шоссейных дорог Там, где их возможно было укрыть От взоров и огня противника Форты и более укрепленные батареи Имели бетонные сооружения До полутора аршин толщиной Сверху прикрытые двухсоженным слоем земли В перемешку с камнем Однако большинство орудий На фортах и батареях Оставалось совершенно открытыми Без всякой маскировки Зная по опыту Дзинжоусского боя Чем это грозит батареям Звонарев горячо протестовал Против открытой установки орудий И обратился с этим непосредственно К Кондратенко Генерал внимательно выслушал его И решил, запросив мнение Белого Созвать специальные свещания По этому вопросу На заседание приехал и сам Кондратенко С подполковником Сергеем Александровичем Рашевским Высокого роста, худощавый С внимательным взглядом, умных глаз Он производил хорошее впечатление Своей простотой, выдержкой и внимательностью С которой выслушивал мнение собеседника Будь то генерал или солдат Прекрасно образованный Очень трудолюбивый Он был наиболее сведущим в артуре Человеком по инженерной части Начальство не жаловало Рашевского За его прямолинейность И зачастую нелестные отзывы Об артурских порядках Прогрессивно настроенный Рашевский ясно понимал, что Основной причиной военных неудач Является отсталый государственный строй России И часто говорил об этом В жандармском управлении Еще до начала войны За ним был установлен негласный надзор Докладчиком выступил Тахотелов Который хотя под Дзинжоу не был Но считался знатоком дзинжоуского боя Быструю гибель батарей под Дзинжоу Он считал чистой случайностью И вообще находил этот бой Не характерным для современной войны Звонарев решил возражать Указывая, например, полевых батарей Перешедших после Дзинжоу На стрельбу по угломеру Закрытых позиций Его мнения разделяли Борейко и Гобята И совершенно неожиданно Поддержали моряки Ссылавшиеся на удачный опыт Перекидной стрельбы через Ляо Тишань Мнения разделились Одни яростно нападали На Звонарева Другие также энергично его защищали Помирились на компромиссном решении Там, где уже имелись готовые открытые батареи Так их и оставить Новые же батареи делать По возможности укрытыми Или хотя бы замаскированными Возражаю, ревел Тхотелов В бою все захотят идти на укрытые позиции И будут убегать с открытых Это несправедливо Пусть все орудия стоят открыто Я своих солдат на убой не поставлю Орал Борейко И переделаю свою открытую батарею На закрытую Только без расходов для казны И, возможно, скорее Соглашался Кондратенко Этот номер не пройдет Возражали инженеры При такой переделке нам испортят Все наши уже готовые батареи А новых вместо них соорудить не успеют Жаль, что японцы побили нас Только в мае, а не в январе Тогда бы мы все батареи Успели построить закрытыми Иронизировал Борейко Спор, казалось, уже был закончен Когда вновь выступили инженеры Мы не имеем представления Какой вид должна иметь закрытая батарея Нам надо разработать ее проект И утвердить в штабе района и Петербурге Возражал инженер-капитан Люлье Какой вид! Обнаковенный, как говорят солдаты Проговорил Борейко А что касается утверждения То проще всего послать проекты Прямо в Токио В миг утвердят И при том наиболее выгодный и дешевый тип Вовсе без бетона и даже без козырьков Старшие чины Возмутились выходкой Борейко Молодежь же громко зааплодировала На этом заседание и кончилось Обе спорившие страны Считали себя победителями Был уже заполночь Когда все стали расходиться К Звонареву неожиданно подошел Рашевский Он и раньше хорошо относился к прапорщику А теперь особенно тепло Пожал ему руку Вы своим сегодняшним выступлением Можно сказать Открыли новую страницу Долговременной фортификации Отныне все артиллерийские позиции Будут выноситься в тыл Первой линии обороны Форд же останется лишь как стрелков Имеющие только противоштурмовую артиллерию Ближнего боя В капонирах Рва и Горже Вы стали Артурским Тотлябином Вы ошибаетесь У нас и Тотлябином, и Нахимовым, и Корниловым Является Роман, и Сидорович Кондратенко Это душа нашей обороны Я поражаюсь его энергией И здравому смыслу Ответил прапорщик Вы идете со мной, Сергей Александрович? Спросил подошедший Кондратенко Если вы только разрешите Ваше превосходительство Отозвал Сарашевский Обратили вы сегодня внимание На то, что новатором В крепостной фортификации Явился не военный инженер Не артиллерист И, собственно, даже не военный Проговорил Кондратенко А штатский человек Каким является прапорщик Звонарев Это глубоко знаменательно Мы часто не видим того нового Что появляется на наших глазах Из опыта войны Я еще не вполне осознал до конца Все последствия Вытекающие из вашего Сегодняшнего предложения Обернулся генерал к прапорщику Опытом Зинжоу мог поделиться Каждый из участников боя Скромно ответил Звонарев На следующий день Звонарев с утра Объезжал свой участок Укреплений Сукопутного фронта У залитерной батареи Он застал группу утесовцев Во главе с Борейко Помни Если буду шапкой Махать сверху вниз Осаживай вниз Если махать буду в сторону И сам в сторону В какую машу Перестану махать Стой и забивай колье в землю Объяснял солдатом поручик Понял, Тимофеич Спросил он у Родионова Так точно понял Ответил фейерверкер Тогда пойдем Блохин Распорядился Борейко И вдвоем с солдатом Двинулся вперед Ты куда, Борис? Спросил подъехавший Звонарев Хочу облазить все горы И найти такую позицию Для батареи Чтобы ее ниоткуда не было видно Наши господа инженеры Вылезли с позиции На самый пуп И вздумали там ставить пушки Конечно, японцы Их сейчас же собьют Я решил эту позицию Бросить и поискать Более укрытую За горой А не на ней Разрешение на это От Кондратенко Или Белого Получил И без него, хорош Построю батарею А затем пусть меня ругают Как хотят Когда Звонарев Заехал на расположенную Невдалеке батарею Литера Б Он застал там Жуковского Со свойственной ему Хозяйственной деловитостью Капитан обходил Укрепление вместе С Лепехиным Взвод, которого Обслуживал позицию Батарея была сооружена Еще до начала войны И теперь ее Только слегка усовершенствовали Подсыпали Земляные брустверы Углубляли рвы И стрелковые окопы Устроили козырьки От шрапнельных пуль В казармах И погребах Провели электричество Настлали деревянные нары Для спанья И оборудовали кухню Отлично, что Надумали нас проведать Приветствовал Звонарева капитан У меня к вам Есть кое-какие вопросы Нам для лучшего Укрытия людей Придется углубить котлован Для чего Необходимо Разобрать орудийные платформы Вновь их настелить И установить на них орудия А это займет Не меньше двух недель Дадим рабочих китайцев Сделайте за два дня Лучше мы попотеем Да все сами переделаем У Борейка Как идут дела Я еще к нему не заходил сегодня По моему совету Переносит свою батарею Вниз За гору Кто это вам разрешил? Я попытаюсь Уговорить Кондратенко Выдумщики Вы оба Все что-то изобретаете Придумываете Работали бы по старинке Проще и спокойнее Старинка Это нас заедает В артуре Все оглядываются На Севастополь Когда были Гладкостенные орудия И каленые ядра К ним А в наш век Скорострельных Нарезных орудий Этот пример Уже не годится Попрощавшись с Жуковским Прапорщик Поехал в штаб Кондратенко Расположенный В Новом Городе Не застав генерала В штабе Звонарев поехал В управление артиллерии Где надеялся Встретить Кондратенко Обычно заглядывающего К Белому В часы занятий Проезжая мимо Домика Ривы Он не устоял Против соблазна И спешившись Постучал к ней Дверь отворила Заспанная Куинсан Барышни дома? Спросил он у служанки Спи, Сандрюша Зевнув Ответила горничная Мрачный и угрюмый Ехал Звонарев По улицам города Машинально отдавая честь Офицерам и солдатам Около этажерки Его окликнула Шедшая по тротуару Варе Здравствуйте, ваша мрачность Что вы смотрите Не то самоубийцы Не то приговоренным к виселице Все в порядке За исключением Моего желудка Видимо, чем-то объелся Мрачно ответил Звонарев Слезая с лошади Идя рядом с Варей Олеумрицини Пять ноли Все будет в порядке Но это вы все Вы думаете И не хотите мне сказать Что вас огорчило Правда ли ничего? Варя Недоверчиво Покачала головой И желая его развлечь Весело заговорила Об его успехах На последнем свящании Даже папа и тот с вами согласился А раньше и слышать не хотел О закрытых батареях На то хотела вы же вы Не обращайте внимания Он побурчит А потом сам вас хвалить будет За завтраком у белых Варя как бы вскользь упомянула Что солдаты с утеса Еще не получили наград Это те молодцы Что остались на батарее До конца боя Спросил Кондратенко И которых я встретил Тогда ночью Они самые Вас Василий Федорович Поздравить можно Что у вас есть Такие солдаты И офицеры Орлы Сегодня же Напомню о них Стесселю Пообещал Кондратенко Завтра назначено заседание На броненосце Севастополь По вопросу О взаимодействии с флотом Я попрошу вас На нем присутствовать Обратился он К Звонареву Никитин тоже будет Спросил Белый Он ведь личный Генерал-адъютант Стесселя Без него дело не обойдется Раз он будет Скандала с моряками Не избежать Еще 13 мая Во время боя В Динжоу Он подбивал Стесселя Выгнать моряков В море огнем С береговых батарей На силу Тогда его угомонили Он отчасти был прав Ведь выяснилось Что командиры Канонера Гремящий И отважный Умышленно Разобрали свои машины Чтобы не идти На помощь Бобру Витгефт Об этом знает Конечно Но он все-таки Хотел займять дело И ограничиться Выговором Доктат Доктат Рассказал Обо всем Никитину Недолго Думаю Он арестовал Обоих командиров На улице И доложил Стесселю Тот предал их Военно-полевому суду По обвинению В измене Витгефт Запротестовал Перепалка Не кончилась И сейчас Очевидно Будут доругиваться Да Следовательно Заседание Будет боевое Боюсь Что Слишком Даже Боевое Кондратенко Стал прощаться Собираясь Вместе С Звонаревым В объезд Строящихся Укреплений По дороге К батарее Их встретил Крайне расстроенный Инженер Капитан Лилье Ваше Превосходительство Вздрагивающим От волнения Голосом Обратился Он Кондратенко На Залитерной Батарее Я подвергся Сейчас Грубом Оскорблением Что же У вас Произошло Во-первых Командующий Батареей Поручик Фамилии Его Не знаю Самовольно Перенес Позицию В тыл Во-вторых На мое Замечание О недопустимости Его действий Грубо Оскорбил Меня И угрожал Арестом Я так Работать Не могу Жаловался Лилье Багровый От негодования Не ваш Лето Приятель Сергей Владимирович Он Самый Крутоват Бывает Горячую Руку Разберем Сейчас Все На месте Капитан Вам Же Так Сильно Волноваться При вашей Полноте Вредно Успокоительно Ответил Кондратенко И двинулся За Звонаревым Поехавшим Вперед Борейко Встретил Генерала Оглушительной Командой Смирно Поздоровавшись С ним И солдатами Кондратенко Спросил Что вы Тут Поручик Делаете Трассирую Позиции За литерной Батареей Ваше Превосходительство Что вы Думаете Делать На этой Позиции Стрелять Ваше Превосходительство Как же Вы будете Стрелять По невидимой Цели Так же Как Японцы Стреляли По нас Под Дзинжоу Ваше Превосходительство Но у них Были для этого Специальные Приспособления Которых У нас Нет Мы Не глупее Их Ваше Превосходительство И сами Сумеем Их Сделать И кроме Того У нас Нет Практики Стрельбы По закрытым Целям Пока Японцы Подойдут К Артуру Успеем Не один Раз Попрактиковаться А затем По ним Попрактикуемся Еще лучше Я вижу У вас На все Ответ Имеется Поручик Что у вас Произошло С капитаном Лилье Пожалуйста Ваше Превосходительство Полюбуйтесь На этот С позволения Сказать Бетон Постройки Военного Инженера Но Несомненно Японской А не русской Армии И Борейко Зашагал К месту Прежней Позиции Батареи Все Двинулись За ним Подойдя К одному Из бетонных Казематов Поручик Стукнул Кулаком По своду И Ухватившись Рукой За его край Отломил Большой Кусок Бетона Который Поднес Генералу Цемента Здесь Почти Нет Одна Только Глина Да Песок И В этих Бетонных Казематах Должны Были Сидеть Люди И Хранится Порох И Снаряды Что Это Недосмотр Или Предательство Кто Он Невежда В строительном Деле Или Изменник Японский Шпион За Одну Эту Постройку Его Следует Расстрелять На месте Закончил Борейко Свою Пылкую Речь Это Мы Всегда Успеем Сделать Возразил Кондратенко Чем Вы Объясните Это Явление Капитан Обратился Он Клилье Случайный Недосмотр Десятника Я Взыщу С него За Это Ответил Капитан В свою Очередь Прошу Ваше Предосходительство Оградить Меня От Оскорблений Со Стороны Этого Полусумасшедшего Офицера Полусумасшедшего Заорал Борейко А Это Тоже Недосмотр Кинулся Он К соседнему Каземату И Легко Обломил Кусок Его Стены И Это Бросился Он Дальше Очевидно Все Постройки Батареи Имеют Тот же Дефект Начал Блокон Кондратенко На Батарее Б Та же История На Куропаткинском Люнете Тоже На Заредут На Батарее Тоже А на Форте Номер Два Спросил Генерал Там Этого Нет Его Строил Честный Офицер Рошевский А не Лелье Отрезал Борейко Спокойнее Поручик Я Здесь Старший Я Сам Разберу Сопряму Какие Надо Меры Остановил Борейко Генерал Пойдемте По всем Указанным Поручикам Фортификационным Сооружениям И проверим Состояние Бетона Борейко Водил Их По Укреплениям И молчаливо Тыкал Пальцами В негодный Бетон Звонарев Легко Отламывал Куски От указанного Места И завертывал Их В бумагу Подписывая Сверху Откуда Взята Проба Заявление Борейко Подтвердилось Полностью Я Пока Лишь Отстраню Лилье От Производства Работ Временно Примите Их Вы Сергей Владимирович Распорядился Кондратенко Я Мало Понимаю В строительном Деле Пытался Возражать Прапорщик Вам Помогут Господин Прапорщик Перебил Генерал Я Протестую Против Распоряжения Вашего Превсходительства Еще Не Выяснено Что Явилось Причиной Не Вполне Удовлетворительной Кладки Бетона А я Уже Признан В ней Виновным От Реш Он От Должности Хмуро Проговорил Лилье Протест Ваш Капитан Является Грубейшим Нарушением Воинской Дисциплины За Которое Я Вас Подвергаю Немедленному Аресту Потрудитесь Отдать Ваше Оружие Прапорщику Звонареву Который Сейчас Вас И Доставит На Гоптвахту О Поведении Поручика Борейка Как Лица Мне Неподчиненного Мною Будет Сообщено Командиру Квантунской Крепостной Артиллерии Для Принятия Соответствующих Мер Решил Генерал И Тронулся С Батареи Звонарев Отобрав У Лилье Шашку Вместе С ним Направился На Гоптвахту Борейка Ж Оставшись На Батарее Один Облегчил Свою Взволнованную Душу Долгими Ругательствами По Адресу Всяческого Начальства Из Тесцеля В Особенности Вечером Того же Дня Звонарев Сидел В своей Квартире В Артиллерийском Городке В дверь Сильно Постучали Так Как Денщик Ушел То Прапорщик Сам Пошел Открыть Дверь Он Очень Удивился Увидя Перед Собой Варю Белую Вы Дома? Спросила Девушка Дома Оставьте Всякую Работу Тоном Приказа Проговорила Варя И Следуйте За мной Господин Прапорщик Затем Надев Нагол Офицерскую Фуражку Звонарева Девушка Вышла На Кольцо Вечерело Солнце Садило Золя Утишане Жаркий Летний День Сменялся Прохладным Вечером С моря Потянуло Прохладой И запахом Морских Водорослей На Этажерке Громко Играл Оркестр Все Дорожки Были Запружены Гуляющими Когда Варя Со Звонаревым Подходили К Этажерке На Улице Показалась Кавалькада Во главе Со Стеслем За Виде Генерала Офицеры И Солдаты Спешно Вытянулись Во Фронт Звонарев же Остался Стоять Рядом С Варей Опустив Руки По Швам Заметив Это Стесель Резко Осадил Лошадь И Грубо Крикнул Прапорщик Где Ваша Фуражка У Меня Вместо Звонарева Ответила Варя Шаловливо Прикладывая Растопыренные Пальцы Правой Руки К К Женщины Существуют Для того Чтобы Рожать Детей Стряпать Обед И Штопать Белье А не Для Ношения Военной Формы Головной Убор Офицера Должен Находиться На его Собственной Голове Отнюдь Не на голове Особ Женского Пола Резко Бросил Стесель Равно Как Они На кочне Капусты Которые Некоторым Заменяет Голову Звонким Девичьим Голосом Выкрикнула В ответ Варя В толпе Фыркнули Молчать Дико Заорал Генерал Оглядываясь На толпу И спеша Уехать Под громкий Смех Всех Присутствующих Зачем Вы Варя Наскандалили Укоризненно Заметил Звоноев Хамов Надо учить Я еще Обо всем Расскажу Вере Алексеевне Как он Меня Белую Свою Родственницу Публично Опозорил Перед Всем Артуром Но ведь Вы тоже Назвали его Голову Кочаном Капусты Охота Ему Было Принимать На свой Счет Я скажу Что это Относилось За такое Объяснение Но пусть Тогда Акводяги Все знают Что он Отпятый Дурак Пошли Дальше И они Смешались С толпой Гуляющих На бульваре На этаже Арки Их Окликнул Желтова Солей Селениной Которые Сидели На одной Из скамеек И видели Весь инцидент Со Стеселем Ты Девчонка По сравнению Со Стеселем И уже По одному Этому Должна быть С ним Вежливой Тем более Что его замечание Больше относилось К господину Звонареву А не к тебе Не думаю Чтобы твои родители Были довольны Твоей выходкой Журила девушку Мария Петровна Молодчина Так Стеселю и надо Не будь грубияном Поддержала Варю Оля Боюсь Только Чтоб Моя выходка Не отразилась На Сергея Владимировича Ради его Спокойствия Я готова Даже извиниться Перед Стеселем Хотя он Совершенно Этого Не заслуживает Заколебалась Варя Я думаю Что к Стеселю Не стоит Больше возвращаться Отозвался Звонарев Бог не выдаст Стесель На губу Не посадит Плюнь ты Варя На генерала Другого Отношения Он не понимает Мешала Селенина Не будь груба Оля Грубость Никогда И никого Не красит А ты К тому же Учительница И должна Подавать Пример Культурности Остановил Ее Желтого Стесель Может на меня Нажаловаться Папе И маме Проговорила В задумчивости Варя Тогда Мне попадет Во избежание Этого Я сама Первая На него Пожалую С родителем Или С самой Верей Алексеевне Пусть знает Какой у нее Хам Муженек Правильно Нападение Лучший способ Защиты Так и действуй Сразу Подхватила Оля По-южному Быстро Стемнело С гавани Потянуло Проклады Огней Зажигать Не разрешалось И публика Постепенно Стала Расходиться Заторопилось И желтого Соли Мы Можем Понадобиться В госпитале К вечеру Раненым Обычно Бывает Хуже Пояснила Мария Петровна Проводив Их Немного По улице Варя Со Звонаревым Направились К артиллерийскому Городку Хотите Я вас Проведу К моему Заветному Месту На Золотой Горе Предложила Варя Я люблю Там сидеть И мечтать Вы Мечты Вещи Трудно Совместимы Я Совсем Не такой Синий Чулок Как вы Себе Представляете Хуже Вы Амазонка Из-за Артурских Прерий Вы Хотите Сказать Что я Дикарка И в мыслях Не было Отнекивался Прапорщик Не Говорить Что думаю Поступать Как мне Хочется Чем Во имя Так называемых Приличий Притворяться И говорить Неправду Все Хорошо В меру Вы Бываете Рисковаты Особенно Для девушки Немного Выдержки Вам Не помешает Терпеть Не могу Кисло-сладких Людей Вроде Меня Я Этого Не сказала Но Вы Мне Кажетесь Слишком Пресным Значит Варейка В вашем Духе Он Помедвежья Группа Неуклюж Я Пресен Он Групп Кого Ж Вам Еще Надо Как Вы Непонятливы Если Не Просто Глупы Будь У вас Побольше Перца Вы Могли Мне И Понравиться Кокетливо Заметила Варя Постараюсь Весь Свой Наличный Перец Немедленно Выбросить Чтобы Им Во мне Не Пахло Отозвался Звонарев Не Смейте Меня Дразнить Как Маленькую Девочку Вот Моя Тропинка И Девушка Свернув С дороги Пошла В обход Золотой Горы Почуть Заметной В темноте Узенькой Дорожки Смотрите Не Оступитесь Тут Круто И Можно Сильно Ушибиться При Падении Предупредила Варя И Тотчас Оступилась Сама Прапорщик Едва Успел Подхватить Ее За Талью Вернемся Пока Вы Нос Себе Не Разбили Предложил Звонарев Продолжая Поддерживать Варю Под руку Но Она Молча Двигалась Дальше Через Несколько Шагов Оступился Прапорщик И Падая Крепко Ухватился За Варю Девушка Качнулась Но Устояла На ногах И Сильной Рукой Помогла Стать На ноги Своему Кавалеру Прошу К моим Ногам Не Падать Можно Обойтись И Бесподобных Нежностей И Как Ходить С вами Зловредная Особа Отряхиваясь Спросил Звонарев Сейчас Будет Мое Любимое Местечко Ответила Варя И Пройдя Несколько Шагов В сторону Очутилась Перед Большим Кустом Раздвинув Ветки Руками Она Как Ящерица Юркнула На площадку Между Скал Прапорщик Едва Пробрался За ней Поцарапавшись О колючки И ветки Кустов Я Люблю Здесь Отдыхать Днем Это место Укрыто С трех Сторон Кустами И скалами Только К морю Открывается Узко И щелка Днем Здесь Чудесно С моря Тянет Прохладой Кусты Прикрывают От солнца И ниоткуда Тебя не видно А ночью Здесь Правда Одно и страшновато Вдруг На тебя Кто-нибудь Нападет Кричи Не кричи И никто Не услышит Не увидит И помощи Не окажет Кто же На вас Осмелится Напасть Например Вы Да я вас Боюсь Больше Чем Вы Меня Не Совершенно Прасно Смотрите Как красиво Мерцают Звездочки На небе Всеми Цветами Радуги И Варя Повалилась На землю Подняв Руки К небу По небу Пронеслась Яркая Падающая Звезда Оставляя За собой Слабо Светящийся След Загадала Загадала Своё Заветное Желание Захлопла В ладоши Девушка Какое Именно Много Будете Знать Скоро Состаритесь Лукаво Ответила Варя Расскажите Чем Вы Заняты На сухом Пути Строим Батареи И форты А перевязочные Пункты О них Пока Разговоров Не было Напрасно Я уже Не раз Ездила Вдоль Линии Фортов И думала О них На самих Укреплениях Для врачей Не отведено Место Да и Работать Под обстрелом Им будет Нелегко Придется Перевязочные Пункты Недалеко От нее В тылу В глубоком Ущелье Хотите Я вам Его покажу И мы Вместе С вами Обсудим План Оборудования Перевязочного Пункта Предложила Варя Всегда Готов Вам Помочь И советом И делом Организации Тыловых Перевязочных Пунктов Занят Штаб Крепости Куда Вам и надо Обращаться По этому Вопросу Завтра Я Точно Узнаю Кто Именно Ведает Этим Делом Пообещал Прапорщик Мы Устроим Перевязочный Пункт Чтобы на нем Было Все Что Нужно Вода Свет Печь Кипяток И Конечно Операционные Планировала Варя Это Будет Уже Целый Лазарет А не Перевязочный Пункт Где Оказывают Первую Помощь Накладывают Легкие Перевязки Отправляют Дальше В тыл Во всяком Случа Раненых Следует Обмыть Согреть Перевязать И накормить Развивала Свой план Девушка Я буду Там Работать Сестрой Никто И не Подумает Что Это Я Все Придумала Как Надо Устроить Перевязочный Пункт Вы Не Боитесь Смерти Неожиданно Спросила Она От Судьбы Не Уйдешь Это Так Но Я Все Хотела Бы Уцелеть В Артуре И Посмотреть Чем Кончится Война И Что Будет После Нее Кончится Покнет Революция Больно Народ Недоволен Нынешним Положением Мария Петровна И Оле Говорят Тоже Папа Думает Что Революции Быть может И не Будет Если Крестьянам Дадут Землю Даром Ее Крестьянам Никто Не Даст А Денег У них Нет Царь Заплатит За Землю Помещикам Наивная Вы Девушка Царь У нас Первый Помещик Ему Кто За Помещикам Деньги В казну Дерут С мужика Значит Фактически Он и Заплатит Помещикам За Землю Но Платить Ему Не Ищего Он И Так От Бедности Пухнет С Голоду Вы Социалист Говорят Они Стоят За Народ Но Хотят Убить Всех Царей И Богачей Хотя Я И Не Социалист Но Знаю Что Никого Они Убивать Не Собираются А Считают Что Можно Хорошо Жить Без Царя И Богачей Они За Равноправие Женщин За То Чтобы Мы Могли Быть Врачами Инженерами Наравне С Мужчинами О Да Они За Полное Равенство В Правовом Отношении Мужчин И Женщин Тогда Я За Социалистов Мечтаю Стать Измени Врачом Так Фельдшерицей И Работать Акушеркой На Кубани В Станицы Подготовьтесь И Поступайте В Женский Медицинский Институт В Петербурге Я Готов Вам Помочь Говорят У меня Имеются Педагогические Способности Студентам Приходилось Много Заниматься Со Всякими Оболтусами Благодарю Вас За Столь Лесное По Мне Мнение Раскаталась Варя Хотя Я Ленивый Тупа Но К Оболтусам Все Не Причисляю Я Не Так А то Что Вам Не Интересно Вы Одолеваете С Трудом Мне Приходилось Иметь Дело С Такими Учениками А Ученицами Да Еще Моего Возраста Я Избегал Таких Уроков Обычно Все Сводится К Кокетству И Серьезно Работать Становится Невозможно Ну Я Кокетничать Не Собираюсь И Подумаю Над Вашим Предложением Мама Наверное Скажет Что Девице Неудобно Запираться В комнате С Молодым Человеком Хотя Вы Больше Похож На Красную Девиц Чем Я Пошли Домой А то Уже Около Полуночи Поднялась Варя С земли И Нетропливо Пошла Вперед И Кто Поверит Что Мы За Весь Вечер Ни разу Не Поцеловались Мы Можем Сейчас Наверстать Это Упущение Пытался Была Обнять Варю Прапорщик Не Стоит Ваша Скромность Мне Очень Понравилась Значит Вы Хороший Другой На Вашем Месте Непременно Полез Обниматься А Вы Даже Не Подумали Еще Не Известно О чем Я Думал Думали О Орилочке Которая Вам Натянула Нос Жаль Мне Вас Милый Мальчик Неразделенная Любовь Всегда Тяготит Постарайтесь Ее Забыть Я Вам Помогу Если Только Сумею Это Сделать Хотя Любовь Не Картошка И Ее Не Выбросишь За Окошко Сочувствовала Варя На Прощание Она Ласково Потрепала Звонарева Рукою По Щеке Расстроганный Этой Лаской Прапорчи Хотел Было Поцеловать Руку Девушки Но Она С Легким Смехом Уже Упоркнула От Него Оставшийся Один Звонарев Молча Зажигал К Себе Было Совершенно Темно В Ночной Тишине Громко Звучали Шаги Пешеходов И Конский Топот Прапорщик Думал О Варе И Рии Впервые Сопоставляя Их Между Собою Задумчивая Женственная Мягкая Рива И Вливая Вечно Деятельная И Рисковатая На Язык Варя И Обе Казались Ему По-своему Хороши Засыпая Звонарев Так и Не Решил Кто Ж Из Них Лучше Варя Тоже Долго Ворочалась В постели Вспоминая Свой Разговор Со Звонаревым Она Инстинктивно Чувствовала Что с Сегодняшнего Дня Она Стала Ближе К Нему В Какой-то Мере Завоевала Его Расположение Если Не Любовь Но Ясно Понимала Что Рива Еще Прочно Сидит В Его Сердце И Только Время Пожалуй Излечит Прапорщика От Его Увлечения И Все Ж Он Будет Моим Упрямо Пробормотала Девушка Стараясь Уснуть Утром Следующего Дня Звонарев Вместе С Кондратенко Подходили В назначенной Для заседания Час К Адмиральской Набережной Где Их Поджидал Паровой Катер Севастополя По Набережной Страживал Стессель Вместе С Белым И Никитином Сзади Генералов Шагали Их Адъютанты Ротмистр Водяга Поручич Казаров И капитан Поспелов У катера На ходу Что-то писал Начальник Штаба Стесселя Полковник Рейс Здесь же Суетливо Крутился Бывший Градоначальник Города Дальнего Ныне Инженер Капитан Сахаров Кондратенко В сопровождении Звонарева Поспешил Подойти К Стесселю Прошу Меня Извинить За опоздание Ваше Превосходительство Проговорил Кондратенко Вы Прибыли Вовремя Роман Исидорович Сейчас Еще Без Четверти Восемь Зато Генерал Смирнов Видимо Опаздывает Комендант Обычно Бывает Точно Заступился Кондратенко За Смирнова Стессель В мрачном Раздумье Зашагал Дальше Не обращая Внимания На сопровождающих Его лиц Он старался Припомнить Все те Доводы Которые Должен Был Привести Морякам В отношении Самой Срочной Необходимости Выхода Всей эскадры В море И принятие Генерального Боя С японским Флотом На днях У него Состоялось По этому Вопросу Секретные Семейные Совещания С женой Фоком Они обсуждали Судьбы Артурской Обороны Фок Со свойственной Ему Прямотою И точностью Когда Дело Касалось Лично Задевающих Его Дел Развернул Перед Своим Другом Начальником Целую Схему Дальнейших Действий По Обороне Крепости Прежде Всего Надо Убрать Из Артура Флот Во Владивосток Ли В нейтральные Порты Или на Дно Морское Это Безразлично Флот Является Главной Приманкой Для Японцев В Артуре Они Боятся За свои Морские Коммуникации И готовы Пожертвовать Очень Многим Лишь Бо Уничтожить Наш Флот А Если Завтра Эскадра Уйдет Из Артура То Крепость Сразу Станет Для них Второстепенным Военным Объектом Борьба С Манжурской Армией Будет Основным Фактором Войны Коль Скоро Наш Флот Исчезнет С Театра Военных Действий Японцы Обложат Артур Суши И Начнется Длительная Осада Крепости Они Захотят Взять Нас Измором Наше Продовольственное Положение Им Конечно Хорошо Известно И Незачем Штурмовать Крепость Так как Рано или Поздно Мы Должны Будем Капитулировать От Голода Развивал Свою Мысль Фок Продовольствие Можно Израсходовать Очень Быстро Стоит Только Начать Кормить Солдат Получше Вмешалась Вера Алексеевна А затем Со спокойной Совестью Начнем Переговоры О Капитуляции Если Только Кондратенко Не Помешает Добавьте Вера Алексеевна Поговорил Фок Ну Его Можно И Обезвредить В случае Чего Он Часто Нарушает Мои Приказания К Этому Можно Придраться И Отстранить Его От Дел Сказал Стас Это Делать Надо Осторожно Так Как Кондратенко Весьма Популярен Среди Офицеров Солдат Заметил Фок Солдат Не Считаться Не Придется Их Дело Маленькое Исполнять Приказания Начальства А из Офицеров Нужно Подобрать Наиболее Подходящих Для Такого Дела Кто В бой Не Рвется Многосемейный И вообще Обременен Заботами О Родственниках Заключила Свою Мысль Вера Алексеевна Так И Порешили Разгуливая Теперь По Набережной Повторял Себе Основной Мотив Сегодняшних Своих Выступлений На предстоящем Заседании Возможно Скорее Выгнать Моряков Из Артура Любыми Средствами Чтобы Затем Развязать Себе Руки Для Дальнейших Действий В Артуре В это Время Показалась Коляска В которой Приехал Смирнов Его Начальник Штаба Полковник Хвостов Теперь Все В сборе Можно И трогаться На Севастополь Проговорил Стессель Щеглеватый Адмиральский Катер Быстро Наполнился Офицерами Разрешите Мне с вами Ваше Превосходительство Попросил Сахаров У Стесселя Садитесь Пригласил Стессель Капитан Поспешно Прыгнул В катер Отваливай Скомандовал Специально Высланный Для встречи Стесселя Флаг Офицера Адмирала Витгефта Мичман Эллис Катер Разворачиваясь Отошел От пристани И направился К стоящему В западном бассейне Под Тигровой горой Севастополю По пути Он проходил Мимо стоящих У входа Миноносцев Стессель Вместе с Никитином Критически Осматривали их На некоторых судах Было развешено Для сушки Матросское белье Матросы Не обращали Никакого внимания На катер Прохаживались По палубе Не эскадра Богоугодные заведения Возмущался Стессель Честь отдавать Заорал он На спокойно Глядевших на него С миноносцев Матросов И погрозил им Кулаком Пристать к этому Миноносцу Приказала Неллису Вы что мерзавцы Не видите что едет генерал Гартнул он на матросов Кто здесь за старшего К борту подошел Широкогрудый ботсман И вытянулся перед генералом Стессель вскочил На банку И заорал Фамилия твоя Сволочь Название миноносца Ботсман Сизов Миноносец Грозовой Едва прошептал Разбитыми губами Матрос Шум Выбежал из каюты Лейтенант Что у вас Плавучий кабак Или военный корабль Лейтенант Накинулся на него Стессель Я вас арестую Марш сюда Я вас доставлю Прямо к вашему Витгифту Пусть полюбуется На своих офицеров Опешивший лейтенант Не сразу стал Спускаться в катер Живее Черт бы вас Побрал Прикрикнул Стессель Я, ваше превосходительство Не привык Начал был лейтенант Он не привык Передразнил Стессель Я тоже не привык Чтоб мои приказания Выполнялись Не сразу, лейтенант Можете возражать Вашему адмиралу Они мне Правильно Почаще бы Турвань Так пробирали Смотришь И толк Был бы из них Поддержал Стессель Никитин Вам так волноваться Вредно Ваше превосходительство Вмешался Конжатенко Надо сохранить Спокойствие Духа Для предстоящего Трудного совещания Это свалочь Хоть кого Выведет из себя Пробурчал Стессель Но тон все же Сбавил Белый Усиленно хмыкал И разглаживал Свои пышные усы Не одобряя Стесселя Он все же Не вмешивался В происходящее Когда Наконец Катер подошел К Севастополю Все Облегченно вздохнули Радуясь Окончанию Неприятного переезда По парадному Трапу Стессель Поднялся На палубу Броненосца Где был Встречен Командующим Эскадрой Адмиралом Витгефтом На шкафуте С такими молодцами Сидеть Священ Звонарев 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 Не знал Звонарев 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 Витгеф Звонарев 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 — И должен руководить нашим сегодняшним священием, — закончил генерал. Стессель и Рейс одобрительно закивали. Витгевджа покраснел и, нервно одергивая китель, вскочил на ноги. — Я думал, я полагал, что долг вежливости обязывает меня приветствовать вас, господа, но не возражаю, то есть прошу генерала Стесселя руководить, — запутался адмирал в словах. Стессель милостиво кивнул головой и поднялся. — Вполне соглашаюсь с мнением генерала Никитина и удивляюсь, как бы это сказать помягче, недогадливости, что ли, адмирала Витгевта. Я приехал сегодня на Севастополь, как правильно заметил Владимир Николаевич, совсем не в гости. В гости ездят для развлечения и удовольствия. Какое же удовольствие? Может доставить мне, старому солдату, лицезрение бездействующий в напряженное военное время, хотя и вполне боеспособные эскадры. Кроме того, исключительный беспорядок, царящий на боевых кораблях, как я лично сегодня убедился, на примере хотя бы того же миноносца грозового, не может доставить удовольствия никому, кроме наших врагов. Я приехал по делу. И прежде всего для того, чтобы получить, наконец, от моряков членораздельный ответ, что дальше собирается делать эскадра, по-прежнему ли она будет соблюдать строгий нейтралитет в происходящей войне или нет? Стессель остановился и победоносно оглядел собрание. Никитин шумно одобрил его. Моряки, покрасневшие от возмущения, опустили головы. Кондратенко и Белый подавали какие-то сигналы из Стесселю, видимо, желая его остановить. Витгефт опять быстро вскочил с кресла. — Слова вашего превосходительства я могу принять лишь за плохую, оскорбительную для нас моряков шутку, — начал он. — Ответить же на поставленный вами вопрос очень просто. Вверенная мне эскадра до конца выполнит свой долг перед царем и родиной. — И будет по-прежнему стоять в порту, прячась от японцев, — спросил Никитин. — Более чем двойное превосходство в силах японской эскадры лишает нас возможности вступить с ней в открытый бой. Поэтому мы должны стремиться к уничтожению ее по частям, возможность чего представляется далеко не всегда. — Поэтому вы собираетесь ждать у моря погоды, — ставил Стессель. — Ваше превосходительство знает, что эскадра отдала на сухопутный фронт около ста орудий, чем способствовало укреплению обороны крепости, — заметил с места командир порта адмирал Григорович. — Было бы лучше, если бы моряки позаботились об уничтожении японской эскадры, — буркнул Никитин. — Мы делаем все, что в наших силах, чтобы нанести наибольший вред неприятелю, — начал было снова Витгефт. — Поэтому-то и сидите в этой артурской луже и предпочитаете плавать не в Желтом море, а на берегу, в море Шампанского, — иронизировал Никитин. — Как только поврежденные корабли будут исправлены и войдут в строй, с помощью бога и покровителя моряков Николая Угодника попытаем свое счастье в ратном подвиге с японцами. — Пока что Николай Угодник, по-видимому, помогает больше япошкам, чем вам, — заметил Рейс. — Довольно разговаривать, господа, — оборвал пререкание Стессель. — Наша эскадра еще не выполнила своего долга перед царем Родиной. — Тринадцатого мая, во время Дзинжоусского боя, командиры отважного и гремящего Лебедев и Цвигман приказали разобрать свои машины и не вышли в море. Я считаю это прямой изменой. — Оба эти преступника мною арестованы и будут судимы по законам военного времени, как бы против этого не протестовал адмирал Вильгевт. — Обоих повешу на казачьем плацу, — неистовствовал Стессель. — Всех, кто за них будет заступаться, я тоже сочту за изменников со всеми вытекающими отсюда последствиями. — Я заставлю флот служить России и русскому царю, а не японскому Микадо, — потрясал кулаками генерал. — Это слишком. — Я не считаю здесь больше возможным присутствовать, — совсем растерялся Вильгевт. — Вношу предложение сделать перерыв, — спокойно проговорил Кондратенко. Все его поддержали и шумом поднялись с мест. Кондратенко и Белый обратились к Стесселю с просьбой быть в дальнейшем сдержанней. Не следует забывать, Анатолий Михайлович, что ход сегодняшнего совещания будет известен наместнику, — предупреждал Белый. — Он же, как ты знаешь, души не чает в моряках. Адмирал Вильгевт лишь строго проводит в жизнь указания наместника. — О необходимости и лико возможно беречь нашу эскадру, — вторил ему Кондратенко. — А как вы смотрите на это, Виктор Александрович? — обратился Стессель к Рейсу. — По-моему, ваше превосходительство пусть сперва моряки ответят на поставленные вами вопросы, — посоветовал Рейс. — А затем, видно уже, будет что говорить дальше. — Прошу занять места, заседание продолжается, — заичным командирским голосом предложил Стессель. — Кто желает высказаться? — спросил он, когда все заняли свои места. Выступил адмирал Григорович. Поглаживая свои длинные штабс-капитанские усы, адмирал спокойным ровным голосом, как будто ничего не произошло, начал свою речь. — Начальник Квантунского укрепленного района генерал Стессель является старшим лицом в Артуре. По своему чину. И он же является первым ответчиком перед царем России за все происходящее в Артуре. Вполне понятно ввиду этого и его повышенная нервозность и известная резкость, которую он проявил на нашем заседании при обсуждении вопроса о дальнейшей судьбе Артура. На этих днях вступают в строй цесаревич и Ратвизан. Неделю тому назад вышла из Дока Паллада. Теперь, несмотря на явное превосходство сил противника, особенно в отношении миноносцев, все же можно попытать счастье в бою. — Когда, вы считаете, эскадра сможет выйти в море? — спросил Стессель. — Около первого июня. К этому времени весь ремонт на судах будет закончен, и, кроме того, будут погружены на эскадру все необходимые запасы. За Григоровичем выступил младший флагман эскадры, адмирал-князь Ухтумский. Эскадре нечего и думать о выходе в море. Там ее ждет неизбежная гибель или от японских мин, во множестве разбросанных на внешнем рейде, или в бою с превосходящими силами противника. Поэтому единственное разумное решение — это отсиживаться в Артуре, ожидая, когда он будет деблокирован манчжурской армией, или когда к нам на помощь подойдет вторая эскадра из России. Мы, моряки, должны свою судьбу, по примеру, Севастополя связать с крепостью, свести на берег свои орудия, списать в десант, возможно, большее число людей, образовав из него подвижный резерв крепости, и этим усилить оборону Артура, а там что Бог и Николай Угодник дадут, то и будет. — Что ваше сиятельство предполагает делать с флотом, если Артур будет вплотную обложен с суши, и эскадре будет угрожать опасность быть потопленной на внутреннем рейде Артура? — спросил Рейс. — Оставаться в нем до последней возможности. — А затем затонуть в этой луже, — перебил Стессель, — и вновь воскреснуть под японским флагом, — вставил Никитин. — Мы, моряки, считаем, что Артур никогда сдан не будет. Следовательно, если даже допустить возможность потопления кораблей на внутреннем рейде, то воскреснут они после войны опять под русским, а не под японским флагом, — возразил Никитину Витгефт. — Поэтому предложение князя, по-моему, является наиболее целесообразным. — Флот всю осаду камнем будет висеть на нашей шее, — кипятился Никитин. — Пусть-ка он лучше убирается вскорее на все четыре стороны из Артура, а свое продовольствие оставит для нужд гарнизона. — Помимо продовольствия нам нужно получить от моряков еще орудия и снаряды к ним, — вставил Белый. — С чем же мы тогда выйдем в море, где нас ждет бой с японцами? — спросил Витгефт. — Я лично думаю, что мнение князя Ухтомского о необходимости флоту остаться в Артуре в наших условиях самое правильное, — ответил Белый. — Вопрос ясен, — резюмировал Стессы. — Моряки в море выходить не хотят, а мы, сухопутные, считаем, что они должны, возможно, скорее оставить Артура и выполнить свое прямое назначение, попытаться с боем обладеть морем или с честью погибнуть. В дальнейшем все сухопутные генералы, за исключением Белого, высказались за выход из кадры в море, а моряки, кроме Григоровича, Эссена и командира Баяна Вирона, за ее оставление в Артуре. Стессель презрительно усмехнулся. — Из опроса мнений господ моряков ясно, что они забывают о своей прямой обязанности помогать не только Артуру, но и манджурской армии. Без победы на море победы на сухопутном фронте будет крайне затруднительно. И наоборот. При нашем господстве или даже простом равенстве сил на море быстрая победа на суше обеспечена. Поэтому я еще раз от лица армии категорически требую выхода из кадры в море для уничтожения японского флота. Отказ от выполнения этой задачи буду рассматривать как измену долгу присяги и своей родине. Стуча кулаком по столу, угрожал генерал. — Вы забываете, что флот вам не подчинен? — выкрикнул в ответ тонким фальцетом Витгефт. — И вы не имеете права отдавать флоту никаких приказов? — Если эскадра не выйдет в море, я запрещу морякам появляться на территории укрепленного района. Рассыплю стрелковые цепи по берегу и обнесу порт колючей проволокой. — Варитесь тогда в собственном соку! — кричал Стессель. По знаку рейса Стессель опять объявил перерыв и, выйдя из-за стола, стал громко выговаривать Белому. — Тебе бы, Василий Федорович, во флоте служить! — Ты всегда руку моряков держишь! — упрекал он начальника артиллерии. — Я ответственен за артиллерийскую оборону крепости. — А без пушек и снарядов защищать Артур не могу! — возразил Белый и отошел к морякам. Никитин, окруженный младшими морскими офицерами, обвинял адмиралов в трусости. — Будь моя воля, — бубнил он, — всех бы ваших адмиралов и капитанов первого ранга разогнал, а вас, лейтенантов и мичманов, поставил бы командовать броненосцами. Пойди, вы с ними справились бы не хуже адмиралов. — Справились бы, ваше превосходительство, мигом бы японцам нос утерли, — хором отвечали мичманы и лейтенанты. — Где бы вас тут малость горла промочить, а то больно пересохло оно от всей этой болтовни. — Сельперской прикажете ваше превосходительство? — Я не дама в положении, не кисейная барышня, — обиделся генерал. Коньяку, рому, виски продолжали предлагать моряки. — Наконец-то догадались. Чего хотите, но чтобы было покрепче. Через четверть часа воинственный генерал уже пил брудершафт со всеми мичманами и лейтенантами. На заседание он больше не пошел, а вместо этого прочно окопался в кают компании, откуда затем был переправлен в одну из офицерских кают, где мирно опочил. После вторичного перерыва прения приняли, наконец, более спокойный характер. Моряки признали, что эскадре все же необходимо попробовать выйти в море и попытаться, не ввязываясь в бой, прорваться во Владивосток. Хотя Вирон и Эссен настойчиво указывали на абсурдность этого предложения, при наличии чуть ли не всего японского флота под Артуром большинство все же не согласилось с ними. Затем договорились о возвращении из крепости некоторые части орудий среднего калибра, наметили время выхода в море, примерно на 5 июня, и на этом окончилось заседание. Стессель отказался от предложенного Витгефтом обеда и уехал вместе с Рейсен, Водягой и Сахаровым, а Смирнов, Кондратенко и Белый остались у адмирала. После отъезда с Тесселя атмосфера сразу резко изменилась, исчезла натянутость, все оживились и весело заговорили друг с другом. За длительным обедом, сопровождавшимся обильной выпивкой, все участники окончательно настроились на мирный лад, многократно лыбезались и уверяли друг друга во взаимной любви. Вернувшись домой, Стессель начал было хвастливо повествовать супруге о своих победах над моряками, но Вера Алексеевна, разделявшая с мужем нелюбовь к морякам, на этот раз против обыкновения слушала его довольно равнодушно. Это обстоятельство заставило генерала насторожиться. За многолетнюю супружескую жизнь он хорошо усвоил, что после столь холодного приема ему предстоит выдержать хорошую головомойку. Он не ошибся в своих предположениях и на этот раз. Едва кончился обед, и генерал удалился в свой кабинет, как к нему вошла Вера Алексеевна. Предвкушая неприятный разговор, генерал нервно заерзал на своем диване. — Что у тебя, Анатоль, произошло вчера на этажерке с Варей Белой? — сразу задала вопрос Вера Алексеевна. Когда я приезжал мимо этажерки, она напялила на себя фуражку этого прапора, что всегда с ней бывает, и начала отдавать мне честь, в то время как он стоял с ней рядом болван-болваном. Я указал ей на недопустимость такого отношения к офицерскому головному убору, вот и все. — Почему же она со слезами жаловалась на тебя своей матери, что ты публично ее оскорбил? — Я, кажется, ничего особенного не сказал, только напомнил, для чего служит женский пол. И это, по-твоему, ничего? Порядочной девушке публично сказать, что она существует для деторождения? Ты, Анатоль, забыл, что эта жарка не казарма, а Варя не солдат, и твои солдатские шуточки с ней совершенно неуместны. — Мария Фоминишна, конечно, в обиде на тебя за дочку. Надо тебе будет перед ней хорошенько извиниться и Варе подарить что-нибудь. — Чего ради я стану еще извиняться, коль я ничего обидного не сказал и не подумаю? Если ты сам не понимаешь своей грубости, то я прекрасно это сознаю. — Нечего тебе думать или не думать. Раз я тебе говорю, значит, так и надо. Ты пойдешь к Белым и извинишься за свою грубость перед Марией Фоминишной, а не пойдешь, я вместо тебя отправлюсь с извинениями, пригрозила генеральша. — Ладно уж. Так и быть, съезжу к Белым завтра. У них бывают такие вкусные блинчики, их кофе, что пальчики оближешь. Да и узнать надо, до чего же договорился Белый с самотопами, сдался генерал. — Потом ты до сих пор не утвердил награждение артиллеристов за дзинжоуский бой. — И не утвержу. Пусть на будущее время знают, что за потерю пушек я наград не даю. Но в этом списке есть и Варя Белая. Она-то не виновата в том, что были оставлены пушки. Неудобно наградить ее одну, а других не награждать. — Пусть и киты, — говоришь. — Варя, прежде всего, генеральская дочь. Поехала туда по своей охоте, чуть не погибла там, а ты ее равняешь со всеми остальными. — Там была еще какая-то другая, такая же сумасшедшая девчонка. Надо ее тогда наградить. — Отчего же не наградить, если она этого заслуживает? — По-моему, бабы не могут совершать никаких подвигов, разве что родят сразу тройню или четверню. — Бабы, грубиян. — Ты-то сам герой, как и за что свой Георгий получил, и к нему генеральский чин в придачу? — Мне подвезло. — Ты прекрасно знаешь. Что-нибудь меня и везения этого бы не было. — Лучше без разговоров утверди-ка эти награды. — Я приказала писарям принести нужные наградные листы, и на них зачеркнула твою резолюцию об отказе. Но в нем ведь что-то около ста человек. Я отобрала только те листы, где есть в аре белые. Их всего десять человек с утесов. Они с начала войны не получали ни одной награды. Утесовцам еще куда не шло. И генерал лениво подписал поданную ему женою бумагу. — Я сегодня получил и письмо от Лилье, бедняжка по доестам. Его посадил за какие-то пустяки Кондратенко. Раз Кондратенко посадил, значит, за дело. Лилье, твой большой жулик. — Я думаю, что Лилье можно и отпустить с гоптвахты. — Посидел он денек, и хватит с него. Маловато и больно. — Его на сколько посадил Кондратенко? — На две недели. — Я от твоего имени? — написал Роману Исидоровичу письмо с просьбой, если можно, освободить Лилье и поручить ему постройку хотя бы нашего блиндажа, а я за ним сама присмотрю. — Много ты в этом понимаешь. Попрошу Сахарова помочь мне. Не даром же он целый дальний выстроил. Причем половину денег украл. Не пойман, не вор. Все инженеры — воры. Подпиши к письмо Кондратенко. — В нем ты не настаиваешь на освобождении Лилье, а только просишь. Если он найдет это, возможно, им понял? Генерал махнул рукой и, кряхтя, черкнул какую-то закорючку на бумаге. — Еще что? — спросил он. — Еще тут нужна твоя подпись. Ткнула генеральша пальцем в бумагу. — О чем она? — Об отсрочке до конца войны платежей по налогам самоущества Тифонтая. Это меня не касается. Пусть обращаются к градоначальнику, он этими делами ведает. Он отказал, поэтому обращаются к тебе. — Где сам Тифонтай? Поди к японцам сбежал. — Что ты, Анатоль? Он из дальнего успел уехать на север, в штаб наместника, а Сахарову выдал доверенность на ведение всех твоих артурских дел. Стессель подписал и эту бумагу. — Теперь можешь спокойно спать. И генеральша ласково поцеловала мужа в лоб. Стессель сладко зевнул и повернулся на бок. Вера Алексеевна вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собою дверь. В столовой еще ждал Сахаров. — Все подписано, Василий Васильевич. Обратилась к нему генеральша, протягивая бумагу. — Не знаю, как мне вас и благодарить, Вера Алексеевна. Расшаркался капитан, целую руку, превосходительной хозяйки. — У меня к вам будет небольшая просьба. Мне нужны хорошие золотые серьги, желательно с бриллиантами, хотя можно и с рубинами, и не особенно дорогие, рублей на пятьдесят. — проговорила Вера Алексеевна. — Приложу все свои усилия, чтобы достать их. У меня осталось еще несколько старых знакомых среди ювелиров китайцев. Они большие знатоки в таких вещах. И, конечно, не откажут, мне уверил капитан. Как только найду что-либо подходящее, сейчас же доставлю вам. Буду вам крайне признательным. — Серьги мне нужны для свадебного подарка дочери белого, — пояснила генеральша, прощаясь с Сахаром. Через час, сидя в своем небольшом, но очень уютном особняке в Новом Городе, Сахаров бесцветными чернилами, условным шифром, писал письмо Тифонтаю. В нем он подробно сообщал об окончании ремонта поврежденных судов, о предстоящем выходе эскадры для прорыва во Владивосток, о розни между флотом и армией, о ходе работ по укреплению сухопутного фронта. В заключении он уведомлял об освобождении до конца войны от налоговых платежей всех его предприятий в Артуре и просил выслать просимые генеральшей серьги. — Цена по вашему усмотрению, — заканчивал Сахаров в свое послание. — Налогов сложено на сумму около 50 тысяч рублей. Полагаю, что серьги могут стоить от трех до пяти тысяч, так как в них очень заинтересована артурская юнона. Окончив письмо, Сахаров еще раз проверил шиф, скатал послание в тонкую трубочку и хлопнул в ладоши. Вошел старый нищий. Сахаров выслал деньщика и с удивлением взглянул на нищего, который сразу распрямился и насмешливо взглянул на Сахарова. — Мистер Сахаров, по-видимому, не ожидал меня видеть здесь и в таком виде, — спросил он. — Вы очень сильно рискуете, ваше превосходительство, появляясь в Артуре. Война является сплошным риском. Мы, военные, к нему привыкли. Я буду изредка, когда найду нужным, появляться у вас. О моем здесь пребывании, конечно, никому не должно быть известно. Сахаров только почтительно слушал своего собеседника и кивал головой в знак полного согласия. Затем японец взял письмо, ознакомился с его содержанием, униженно кланяя и с капитану бесшумно вышел из комнаты. Оставшись один, Сахаров разразился целым потоком брани по адресу Томлинсона, Смита и Танаки. — Мертвой хваткой держит меня за горло. Я бессилен перед ними. Выдать их невыгодно и крайне опасно. И я, и моя семья могут погибнуть от руки наемных убийц, — с горечью думал капитан Шагаря по своему кабинету. В этот же вечер у Ривы собралась не очень многочисленная, но дружная компания. Праздновались сразу два события — свадьба Андрея с Ривой и получение им наград за свои боевые подвиги. Еще засветло пришли Желтова, Соли и Леля со Стахом Нинджеевским. Они поднесли Риве большой столовый сервиз из китайского фарфора. Самый характер этого подарка говорил о том, что связь Ривы с Андрюшей они рассматривали как настоящее супружество. Мне даже неловко принимать от вас такие подарки, — сконфуженно протестовал Рива. — Ривите! — дарим от чистого сердца, — ответила Желтова, целуя девушку. — Вам в семье он очень пригодится. Боряки поднесли Риве цветы, а Андрюши — кортик в позолоченной оправе. Прибывшие позже Борейка и Звонарев с трудом втащили в комнату огромную, чуть ли не всажень высотой, бутылку, наполненную водкой. На ней честь честью красовалась этикетка Петра Смирнова с указанием емкости десять ведер сорокоградусного хлебного вина. Головка бутылки была опечатана казенным белым сургучом, толстым слоем, покрывавшим дюймовую пробку. В отличие от бутылок обычного типа, в нижней части был устроен небольшой краник, через который можно было цедить водку. — Наши с Сережей тебе искренние пожелания, Андрюша, чтобы у тебя было столько же счастья в жизни, сколько водки в этой бутылке. — И чтобы жизнь твоя всегда была полна любви и счастья, как эта бутыль в водке, — сказал Борейка прочувствованным голосом. — Откуда вы достали это чудище? — спросила его Рива. — Осталось в качестве сувенира о пребывании в Артуре великих князей Кирилла и Бориса. Она была приготовлена специально по их заказу, но мартовская катастрофа помешала ее использовать по назначению. Я узнал о ней случайно, и мы решили преподнести ее вам с Андрюшей в знак нашей любви. — Надеюсь, вы не собираетесь выпить водку в один присест? — осведомилась Рива не без тревоги. — Не беспокойтесь, мы ее будем пить долго-долго. Чтобы не раздавить обеденный стол гигантской бутылью, ее поместили на специальной дубовой подставке. Борейка в качестве виночерпия сел возле нее, разливая водку по рюмкам. К удивлению всех, сам он ограничился только тремя небольшими рюмками. Решил отвыкать от водки. Пояснил он удивленный Риве. — Не иначе, как вы собрались жениться? — догадала Соля. — Дело неплохое, да кто за меня пойдет? — Поищем. — Авось и найдем. — Загадочно сказала Рива. Борейка в ответ только оглушительно прокашлялся и поспешил перевести разговор на другие темы. — Слыхал я, что Микадо вашего Витгефта наградил орденом восходящего солнца за блестящее выполнение десантной операции армии ОКУ, — обратил сонка Кинфиву. — На его месте я наградил бы еще многих других, помимо адмирала, — вмешал Селис. — Прежде всего, Ухтомского, Рейценштейна, Шансновича. Все они дружно поддерживали адмирала сегодня на священии. Наши Стесель с Фоком тоже от них не отстали. Допустили беспрепятственную высадку армии ОКУ. — Зря сдали японцам Динжоу. Подарили им дальний. Сейчас делают вид, что собираются защищать Артур. — Продолжал Борейка. — На укреплениях казематы и блиндажи строятся не столько из бетона, сколько из глины. Пушки установлены на позициях открыто. Одним словом, все делается, чтобы ускорить падение Артура. — К Стеселю надо прибавить еще и нашего Савицкого и командира 15-го полка Грязного, Гондурина и еще многих других, — заговорил до этого молчавший Инжиевский. После Динжоу все они сперва решили бежать прямо в Артур, и только по настоянию Кондратенко задержались на Юпиласском перевале. Моим донесением, что японцы уходят на север, никто из них не поверил. И мне за неточное выполнение приказания о прикрытии отхода после Динжоуского боя закатились строгие выговоры в приказе. — Меня интересует, — спросила Желтова, — в манчжурской армии дела обстоят так же, как у нас, или лучше? — Здесь Стесель и компания, там Алексеев и компания. Хотя люди и разные, но сущность их совершенно одинакова. Следовательно, и дела обстоят тоже одинаково. — У нас Динжоу, у них Тюренчен. Тоже поражение и беспорядочный отход, — ответил Ейнжиевский. — Там хотя единоначалие есть. — А у нас в Артуре Стесель одно, Смирнов другое, Витгефт третий, — заметил Звонарев, молчаливо сидевший в стороне. — Григорович четвертый, так как он не подчинен Витгефту, — пояснил Сайманов. — А, как известно, у семи нянек дитя всегда бывает без глаза. — При таком положении вещей трудно рассчитывать на успех в войне. — С грустью проговорила Мария Петровна. — Главный вопрос войны и обладания морем пока что нами не решен в свою пользу. — Ну, правда, и японцы тоже не могут считать себя полными хозяевами в Желтом море. Но бездеятельность нашего флота фактически передала инициативу в борьбе за обладание морем в руки японцев, — проговорил Стах. — Да. — Наш Витгефт палец о палец не ударил, чтобы воспрепятствовать высадке японцев убить Зиву. Затем не помог армии в борьбе за дзинжоусские позиции, а сейчас спокойно наблюдает за тем, как японцы устраивают свою военно-морскую базу в дальнем. Он является объективно предателем наших интересов в этой войне, — проговорил Элис. — Нельзя нас, молодежь, смешивать с Витгефтом и капитанами первого и второго ранга. Они прежде всего не знают современной техники, ибо как командиры выросли при парусном флоте. Наши корабли по своей конструкции отнюдь не хуже японских, особенно построенные с границей. Но плохо подготовленный командный состав не умеет их использовать как надо. Из морского корпуса нас выпускают плохо подготовленными к современной морской службе. Приходится дополнительно кончать потом артиллерийские, минные, штурманские классы, чтобы стать специалистом в одной из этих отраслей морского дела. Подготовка матросов-специалистов поставлена еще хуже. Выезжаем больше на русской смекалке. В общем, и нам, и матросам не хватает культуры для полного освоения современной морской техники, — разглагольствовал Сайманов. Короче говоря, в 1870 году Францию победил немецкий учитель, а теперь нас побеждает японский, — резюмировала разговор Желтова. Вывод из этого может быть сделан только один. Необходима скорейшая смена образа правления, — живо проговорила Оля Селенина. — Мы все верно подданные сыны своей родины, и ради ее блага готовы на все, — заметил Сайманов. — Кто как понимает это благо, — заметила Желтова. — По-нашему все, что может помочь нашей победе над японцами, то благо, — заметил Борейко. — Ну, с таким определением мы все согласимся, — вмешалась Оля Селенина. — С чем всех вас и поздравляем, — закончил Борейко. — Завтра же все вместе открутим головы Стесселю, Витгефту и всей их компании. Это, несомненно, будет очень полезно для нашей победы. — Иногда бывают полезны и поражения, — заметила Оля. — Севастопольский разгром способствовал обновлению нашего государственного строя. — Что не помешало, однако, нигилистам убить царя-освободителя, — заметил Сайманов. — Не столько освободителя, сколько мучителя, — не сдавала Соли. — Вы, оказывается, довольно-таки зловредный комарик, — посмотрел на Олю с высоты своего сожарного роста Борейко. — Зато вы мне окажетесь довольно-таки ручным медведем. — Ты недалека от истины, Оля, — заметил Рива. — Это предоброе медведище, хотя и хочет казаться страшным и сердитым. — Ой, Андрюша, Сережа, Павлик, защитите! Меня при жизни собирают сканализировать, а я совсем не хочу превращаться в живые мощи! С комическим ужасом воскликнул Борейко. — Итак, эскадра все же на днях уходит в море, — сообщил Звонарев. — Слава Создателю! В один голос воскликнули Борейко, Инжиевский и Сайманов. — Когда точно? — На рассвете девятого июня, — сказал Эльц. Куинсан, подававшая на стол, бросила на него быстрый взгляд и отвернулась. Андрюша заметил это и нахмурился. — Принеси-ка мне чаю, — приказал он девушке, — не толкись понапрасну здесь. Служанка поспешила выйти из столовой. — Выйдет вся эскадра или только часть ее, — полюбопытствовал Борейко. — Выйдут все броненосцы, крейсера и оба отряда миноносцев. — Если встретим лишь часть японской эскадры, то попытаемся ее разбить, — ответил Элис. — А если всю? — Тогда боя не примем и вернемся в Артур. — Не очень-то вы храбрые. Под Синопом Нахимов не спрашивал, сколько перед ним турок, атаковал их и уничтожил. А вы рассчитываете, много или мало будет японцев, и что в таком случае делать? — иронизировал Стах. Там было другое соотношение сил, начал был Элис, а главное — дух был боевой. И во главе стоял не растяпа Витгефт, а настоящий боевой адмирал, — перебил его Стах. — За здоровье нашего героя Андрюши! — Пусть тебе с Ривой живется, как в раю, — чокнул Соборейко, — горько молодым. Все смея сподхватили этот тост, Рива и Андрюша церемонно поцеловались. — Чей за нами черед? — спросила Рива. — Стах и Леоли, а за ними Вари и Сережи. А потом не унималась Рива. — Оли и Бори! — в один голос воскликнули все присутствующие. — Что? — одновременно взревел Борейко и запищала. — Оля. — Это что-то новое. Наша Оля настоящая весталка и дала обед безбрачия, — улыбаясь, проговорила Мария Петровна. — Выйти замуж за такого медведя, как он, с ума надо сойти, чтобы такое представить себе, — возмутилась Селенина. — Напрасно ты так говоришь, Оля. Он очень хороший, этот медведь, — обратилась к учительнице Рива. — Только пьяница беспробудной, — отрекомендовал себя Варейко. — Ну, Оля вас быстро к рукам приберет. — Хотя сама и маленькая, но характер у нее огромный. — Живо забудете о водке, — подтвердила Желтова. — Ничего не возражал бы против этого. — Так зачем же дело стало? — под общий смех спросила Кинфиев. Так, смеясь и дружески шутя, гости еще долго сидели в уютной квартирке. Звонарев был очень удивлен, получив на свое имя телефонограмму за подписью Жуковского, в которой ему предлагалось к двум часам дня прибыть на электрический утес, причем многозначительно добавлялась форма одежды парадная при оружии. Когда Звонарев подъехал к батарее, то увидел, что рота выстроена во фронт. На правом фланге расположился оркестр. Во главе взводов находились офицеры. На левом фланге, вооруженной японской винтовкой, стоял Блохин, рядом с ним фельдшер Мельников, Шура Назаренко и Варя Белый. Наскоро поздоровавшись со Звонаревым, Жуковский приказал ему стать в четвертый взвод и тревожно ткнул пальцем в приближающуюся кавалькаду. Заняв свое место в строю, Звонарев увидел, что к батарее приближались верхом сразу четыре генерала — Стессель, Смирнов, Белый и Никитин. За ними двигалось человек двадцать свиты и конвои. Как только превосходительные гости спешились, Жуковский подал команду, музыка заиграла, солдаты вскинули винтовки на краул. Генералы по очереди, начиная со Стесселя, поздоровались с тротой. Затем, став против середины фронта, Стессель громким голосом начал вызывать награжденных солдат. Поздравив награжденных и поблагодарив их за службу, Стессель обратил внимание на Блохина. — Откуда у тебя эта винтовка? — спросил он у солдата. — Взял в бою под Дзинжоу, ваше превосходительство. — Больно рожа у тебя похабная, бандитам смотришь, под судом был. — Он и сейчас в разряде штрафованных стоит, — доложил Жуковский. — Напрасно представляли его к кресту. Надо было сперва штраф с него снять. Что ты сделал под Дзинжоу? — Винтовку японскую забрал, ваше превосходительство. Ты бы лучше живого японца взял. — Я приколол его, ваше превосходительство, а винтовку взял. — Какой же ты подвиг совершил? — Сбил японскую пушку, прямой наводкой при атаке города Дзинжоу, — доложил Жуковский. — Что ж ты об этом молчишь, дурак? — рассверпел Стессель. — Герой, а морда арестантская, вы за ним присматриваете. Как бы снимать крест потом не пришлось. — Ба-а-а, жиденка, вижу, — удивился генерал, увидев перед собой зайца. — Ты-то что геройскому мог совершить? Под ураганным огнем артиллерии доставил обед на позицию, за убылью номеров встал за наводчика к орудию и до конца боя отражал атаки японцев. По наградному листу прочитал личный адъютант Стесселя, князь Гантимуров. — Первый жид в Артуре, которому я даю крест, и, надеюсь, последний, — брюзжал Стессель. Последними были вызваны Варя Белая и Шура Назаренко. Дойдя до Шура Назаренко и, увидев на ней медаль, Стессель спросил, от кого она ее получила, и, узнав, что от Макарова, поморщился. — Он не имел права награждать тебя, раз ты работала в береговой части, а не в морской. — Ну да все равно. И генерал милостиво нацепил ей еще одну медаль. — А тебе, стрекоза, — обратился Стессель к Варе Белой, — не следовало бы давать медали за твою дерзость, но... — Без всяких ног, генерал, оставьте медаль себе на память о вашей тогдашней грубости. Мне она не нужна! — выпалила Варя и, обойдя остолбеневшего от удивления генерала, сбежала вниз к своей лошади, вскочила на нее и вихрем понеслась от батареи. — Варвара, вернись! — крикнул был ей вдогонку отец, но девушка только махнула в ответ рукой. — Придется тебе, Василий Федорович, вместо медали наградите ее березовой кашей. Совсем девка от рук отбилась. Сердито обернулся Стессель к Белому. — За новых георгиевских кавалеров! Ура! — закончил он. Выходка Варе расстроила весь ритуал награждения. Пропустив роту мимо себя, торжественным маршем, Стессель отказался от предложенной закуски и вместе со свитой тотчас же уехал. Солдаты вернулись в казарму, обсуждая происшедшее. После завтрака Звонарев заторопился в город. Ему хотелось повидать Варю и переговорить о случившемся. Девушку он застал за чтением. — Изумительно интересная вещь! — Почему нам в институте не давали таких книг? — встретила она Звонарева. — Что за роман? — Роман! Учебник физиологии для фельдшерских школ. — Ну, что сделал Стессель после моего отъезда? Воображаю, как он обозлился. — Папе, я боюсь на глаза попасться. Представьте, этот дурак Гантимуров звонил мне по телефону, что завтра лично привезет мне злосчастную медаль. Я сказала, что немедленно выброшу ее в море, а жаль, — вздохнула Варя, — так красиво сестра с Георгиевской медалью. Звонарев расхохотался. — Зачем же вы от нее отказались? — Принципиально. — Чтобы не думали, что меня можно безнаказанно оскорблять. В передний раздался звонок, и послышался голос белого, спрашивающего Варе. — Она со Звонаревым? — ответила Мария Фоминична. — Эта дряная девчонка-скандал сегодня устроила Стесселю на электрическом утесе. Отказалась от награды. — Как так? Она ведь сама ездила к Стесселю хлопотать о ней. — Ничего подобного! — вылетела Варя в переднюю. Я хлопотала за солдат, а не за себя. — А Стессель не смеет меня при всех называть стрекозой, как будто я маленькая, и говорит, что я не заслужила медали. — затараторила Варя, и вдруг громко всхлипнула и залилась слезами. — Имей после этого дело с бабами! — возмутился Белый и ушел в свой кабинет, сердито хлопнув дверью. Звонарев, оставшийся один, принялся рассматривать валявшиеся на столе старые журналы. Подождав, когда Варя с матерью ушли из передней, он хотел тихонько уйти. — Вы уже уходите, прапорщик? — неожиданно накликнул его генерал из кабинета. — Так точно разрешите откланяться. — До свидания. — И мой совет вам — никогда не женитесь на сумасшедших девчонках, которые и сами не знают, чего они хотят, — неожиданно добавил Белый, пожимая руку Звонареву. Глава пятая Утром 7 июня, когда Звонарев приехал в штаб, Кондратенко протянул ему свежий, еще пахнущий типографской краской номер местной Порт-Артурской газеты «Новый край». — Наши морячки наконец-то раскачались и рискнули выйти в море, — указал генерал на одно из сообщений газеты. Приказ номер 177. Город Порт-Артур, 7 июня 1904 года. Эскадра, окончив исправление судов, поврежденных коварным врагом еще до объявления войны, теперь выходит по приказанию наместников в море, чтобы помочь сухопутным боевым силам защищать Артур. — С помощью Бога и святого Николая Чудотворца, покровителя моряков, постараемся выполнить наш долг совести и присяги перед государем и разбить неприятеля, ослабленного гибелью на наших минах части его судов. Маленькая лодка «Бобр» показала 13 мая во время Дзинжоуского боя пример, что можно сделать даже при самых тяжелых обстоятельствах, да поможет нам Бог, контр-адмирал Витгефт. — Но ведь все корабли еще в гавани, — удивился прапорщик, — и потом, что за странные манеры печатать в газетах оперативные приказы. — Газетчики — народ шустрый, везде сумеют пролезть и все пронюхать, — улыбнулся генерал. — Но все же надо будет указать редактору на недопустимость такого отношения к боевым приказам. — Кто редактирует газету? — Полковник Артемьев. Газета ведь официальная, казенная, — пояснил Кондратенко. — Как офицер он сам должен понимать недопустимость таких заметок, — удивлялся Звонарев. — Кроме того, газета проходит через две цензуры — штаба Стесселя и штаба крепости, и все же, как видите. — Ваше превосходительство! — обратился в это время один из писарей к генералу. Из редакции пришел рассыльный, просит газету вернуть обратно. Ошибка какая-то с ней вышла. Что за чепуха? — Позови его сюда, — распорядился Кондратенко. Через минуту в кабинет вошел молодой человек и учтиво поклонился. — Вы меня звали, ваше превосходительство? — Да. — Объясните, пожалуйста. — Почему вы обратно отбираете разосланные номера газет? — По ошибке напечатали, что эскадра сегодня не выходит в море, а она не выходит. Поэтому и приказано отобрать газету обратно. — Словоохотливо пояснил посланец. — Час от часу не легче. — Не хотите вводить в злоблуждение своих подписчиков? — Заодно и японцев, которые, конечно, очень исправно получают вашу газету, — усмехнулся генерал. — Я сейчас пару слов напишу редактору. Вот, передайте ему эту записку и больше никому не рассказывайте, что эскадра не выйдет. Это военный секрет. — Весь Артур об этом знает, — оправдывался газетчик. — Тем хуже. Незачем было отбирать газету. — Пусть бы все думали, что эскадра вечером, что ли, выйдет в море, — пояснил генерал. — Ну, Сергей Владимирович, поедем по фортам. Около третьего укрепления Кондратенко и Звонарев нагнали Стесселя с его свитой Никитином, Водягой и Гантимуру. — Самотопы-то наши впрямь вылезти с гавани собрались, — улыбнулся Стессель, здоровая с Кондратенко. — Поддали мы им жару тогда на заседании. — Не верим, — Анатолий Михайлович, — развался Никитин. — Подымят, подымят в гавани и успокоятся. На больше у них смелости не хватит. Кондратенко рассказал об инциденте с газетой. — Изменники, предатели, — возмущался Стессель. — Сегодня же займусь этим. Строящиеся укрепления издали были похожи на муравейник. Солдаты смешались с сотнями китайцев и растерянно толклись на тесном пространстве. Офицеров не было видно. Кто-то из солдат в виде генерала вскомандовал смирно. Стессель, приподнявшись на стреминах, зычно поздоровался. Ему отвечали все сразу, и солдаты, и китайцы. — Где, господа офицеры? — спросил Стессель. — Еще не пришедшие, — ответили из толпы. — Запишите их фамилии. Обернулся Стессель к своим адъютантам и всем опоздавшим офицерам по десять суток на гоптвахте. Генералы спешились и начали обходить работы. Работы по сооружению укрепления заканчивались. Назначением его являлось закрытие доступа в долину реки Лунхэ. Укрепление имело вид пятиугольника с хвостиком в задней горжевой части. Было окружено рвом шириной в четырнадцать метров и глубиною в девять. По углам рва находились бетонные капониры, соединенные подземной галереей и столовой казармой, где должен был размещаться гарнизон форта. Волы имели высоту в две с половиной сажений и толщину в двенадцать сажений. Сверху они обкладывались мешками с землею, среди которых были сделаны бойницы для стрелков, но никаких козырьков для прикрытия не было. Посредине внутреннего двора укрепления была расположена батарея из четырех шестидюймовых пушек. Орудия стояли совершенно незащищенные, лишь спереди, едва прикрытые невысоким бруствером из мешков. В бетонных траверсах между орудиями были устроены снарядные пороховые погреба и блиндажи для орудийной прислуги. Слева виднелась броневая башня морского типа для командира батареи. Тут же, несколько позади, под правым бруствовым фортом, была устроена прочная бетонная казарма для полуроты артиллеристов. Но ни вентиляции, ни электрического освещения в казармах не было, равно как отхожих мест и кухни. Боеприпасы предполагалось размещать тут же в казарме, так как никаких специальных складов для них не существовало. Звонарев указал Кондратенко на все эти дефекты. — Чушь! — услышав его, отозвался Стессель. — Это боевое укрепление, а не дворец. Обойдутся и без вентиляции, не будет света. Больше будут спать и набираться сил. В уборную могут ходить прямо в ров, а войс до краев его не заполнят за время осады. Пищу надо подводить с тыла. Я считаю, что форт закончен постройкой, — решил генерал. — Нужно еще с неделю на окончательное приведение его в порядок, — возразил Кондратенко. — Даю три дня. Сам приеду принимать укрепление. И генерал направился к своей лошади. — В это время появился капитан Шевцов. — Где вы были до сих пор? — накинулся на него Стессель. — На соседнем укреплении, ваше превосходительство. — Как только я слез с лошади, вы должны были немедленно прибыть сюда, арестовать на двадцать суток, — орал Стессель. — Я поручил капитану в срочном порядке закончить работу на соседнем укреплении. Он уже двое суток находится там, — вступился Кондратенко. — И все же капитан должен строго соблюдать правила воинского чинопочитания. — Уже спокойно, — проговорил Стессель. — В десятидневный срок окончим все работы, — доложил капитан. — Перебросьте всех освобождающихся здесь рабочих на укреплении, чтобы кончить его в недельный срок, — распорядился Стессель. — Ну, я, Роман Исидорович, поеду к себе в штаб, — проговорил генерал. Когда он уехал, Кондратенко ласково потрепал по плечу Шевцова. — Не принимайте близко к сердцу, Алексей Владимирович, Стессельской выходки. Вы ведь знаете, он брончлиф, но отходчив. Не вы первые, не вы последние. — Все это так. Ваше превосходительство. На всему есть предел. На войне нервы иногда сдают. И тогда в ответ на брань он может подвергнуться также оскорблению, — взволнованно отвечал Шевцов. — Твердо убежден, что ваши нервы не сдадут, и вы сохраните свою всегдашнюю выдержку и спокойствие. — Постараюсь, ваше превосходительство. Я хотел у вас просить на сегодняшний день прапорщика Звонарева, чтобы с ним посоветоваться по вопросам укрытия наших орудий. — Если вы ничего не имеете против, я тоже приму участие в этом совете, — любезно проговорил генерал. — Мы будем весьма польщены, — начал Балашевцов. — Тогда пойдем сперва на форт номер три, а потом на ваше укрепление. Решил Кондратенко, и все трое двинулись. Уже поздно вечером усталый и голодный Звонарев распрощался с Кондратенко и Шевцовым и заехал на залитерную батарею. Работы там шли полным ходом при свете прожектора. Около батареи был разведен костер, возле которого стояла походная кухня. Тут же возились Заяц и Белоногов. Поздоровавшись и отдав им свою лошадь, прапорщик спросил, поручик где? — На батарее, ни днем, ни ночью, сам не спит и другим не дает, — жаловались солдаты. Подойдя к месту работы, Звонарев тотчас услышал зычный голос Борейко. — Трамбуй, черти, веселей, крепче бетон будет. Добавь тут еще два вершка. Куда голова елова прешь, правее бери! Доносились крики с батареи. — Здорово, Сережа! Что давно к нам не доглядывал? Возле Вари все сидишь. Надоест это потом, когда она всю жизнь пришит к ней будешь. Новое придумай, Боря. — Да что-нибудь поинтереснее, — обиделся прапорщик. — Ладно. — Вот что, друг. Мои ребята надумали тут одну штукенцию, а только я не знаю, можно это делать или нельзя. Хохлы наши Денисенко и Гайдай предложили в бетон класть для большей прочности железные балки и рельсы. Меня же сомнение берет, не прожаеют ли они в мокром бетоне. Денисенко, поди-ка сюда. А кликнул он проходившего мимо матроса. — Расскажи-ка прапорщику, как ты хочешь связать между собой рельсы? — Просверлить их подошвы и взять на болты. — Лебедкин первую партию уже собрал. Получается, вроде железной плетенки, — объяснил матрос. — И проржаветь рельса не должна. Держи она толстая, не скоро ее ржа проест. — Посоветую с инженерами, что они скажут. — Осторожно, — ответил прапорщик. К ним подошел Жуковский. — Опять наш Борис Дмитриевич по-своему хочет делать. По-моему, эти рельсы только ослабят бетон. Он будет не монолитным, а весь пронизан железом, и при первом попадании станет отваливаться по кускам. Как вы считаете, Сергей Владимирович? Обратился капитан к Звонареву. — По-моему, выдумка не дурна. Но все же я спрошу инженеров, неплохо было бы и вам так же свою батарею переделать. Ой, что вы, мне и так пришлось без малого всю батарею перестраивать. А тут еще новая переделка. Бог не без милости, и на этих батареях выдержим осаду, если только японцы сюда доберутся. Вас там в высших сферах ничего не слышно о маньчжурской армии, что Куропаткин делает. Скоро нас освободят от японцев, — спросил Жуковский. — Нет, насчет Куропаткина ничего пока не слышно. Звонарев справился, как обстоит дело, с освещением, вентиляцией и другим оборудованием. — Все сделаем. На батареях у нас будет не хуже, чем на электрическом утесе. Водопровод этот проведем. Нашли небольшой родничок, расчистили, завели его в трубу, получилось чисто и хорошо. Днем жарище, солнце палит, немилосердно, а у нас под руками всегда свежая вода, и работать веселее, — хвастался Борейко. — Если бы все батареи были такие, как моя, залитерная, никогда японец не взял бы Артура. Строю я ее вместе с солдатами, с ними обо всем советуюсь, и они из кожи лезут, чтобы все было покрепче да получше. Звонарев пообещал исполнить все данные ему поручения, и, сев на лошадь, тронулся в артиллерийский городок. На квартире он застал обед, присланный от белых. — Мария Фоминишна предлагает нас с вами взять к себе в нахлебники, — пояснил ему гобята. — Вернее, конечно, вас, а меня только из приличия к вам пристегивает. Поэтому я решительно отказываюсь. Увы, я уж дал согласие. И за себя, и за вас, и даже внес сто рублей, — улыбнулся гобята, который заранее договорился обо всем сваре. Звонарев сердито вздохнул, но больше не протестовал. Через день, когда Звонарев днем проезжал по новому городу, мимо домика Ривы, она окликнула его в окно. — Сережа, поверните хотя бы голову в мою сторону, а то я на вас обижусь. Загорделись сил нет. Еще бы не сегодня-завтра станете генеральским зятем, — смеялась она. — Ривочка, хоть вы пощадите меня, мне и так нигде не дают проходу, — взмолился Звонарев, останавливаясь у окошка. — Слезайте к с лошади. — Поставьте ее во дворе и заходите к нам, — пригласила Рива. Прапорщик въехал во двор, спешился, отпустил подпруги и, привязав лошадь чумбуром около сарая, весь пропыленный и пахнущий конским потом, развалистой походкой кавалериста с плеткой в руках вошел в комнату. — Андрюша вас зовет, — сказала Рива из-за двери спальни. Звонарев вошел в спальню, а Кинфиев лежал на кровати. — Что это ты валяешься среди дня? — удивился Звонарев. — Собираюсь силами перед походом. — Каким походом? — Завтра, с рассветом. Выползаем, наконец, из Артура. Опять надуете. — Нет, теперь уж без обмана. Вылезли бы на свет Божий еще сегодня. Да за цариной командир Победы заболел желтой лихорадкой. Вместо него с паллады назначили временно Сарнавского, а на палладу Самура Иванова. Пока командиры приняли свои новые корабли, прилив прошел и пришлось ждать новой высокой воды до завтрашнего утра, — пояснил Андрюша. — Как же это так? — изумился Звонарев. Перед самым выходом корабля в бой на него назначают нового командира. Не проще ли было заболевшего командира заменить его старшим офицером? Что-то и этого никак нельзя. Вышло бы, что броненосцем командует капитан второго ранга Рухлов, а капитан первого ранга Сарнавский всего только крейсером, и им было бы очень обидно. Совершенно серьезно возражала Кинфиев. Ну, видишь ли, в боевой обстановке не приходится считаться с личными обидами. — Старшие офицеры знают всех и вся на корабле, и их все знают. Поэтому было бы рациональнее им и поручить командование кораблем в бою, раз заболел командир. — Ты рассуждаешь по-сухопутному. У нас, моряков, такой порядок не принят, и очень жаль. Завтра заболеет лихорадкой или просто медвежьей болезнью еще какой-нибудь командир, и опять начнется перетасовка всех командиров на эскадре. — У нас иначе нельзя! — пытался было еще возражать Андрюша, но сам понял несостоятельность своих возражений и замолк. — Думаете вернуться назад в Артур? Или попытаетесь прорываться в Владивосток или нейтральные порты? Как наш Виля решит? А решит он в зависимости, какая из мозолей у него будет больше болеть, правая или левая? Я думаю, что даже сам Бог не знает, что ему взбредет в голову. Интересно. Просто интересно знать, кому же взбрело в голову назначить его командующим эскадрой, наместнику. Но мы ждем приезда в Артур Нового, командующего флотом, адмирала Скрыдлова. Да, он заострял где-то по дороге. Совсем был уж садился в поезд. Да в это время какому-то матросу в Николаеве приснилась чудотворная икона Божьей Матери, которая будто бы должна спасти Артур, сообщили об этом в Питер Победоносцеву. Тот решил, что прежде чем эта икона не будет написана, освящена и поднесена Скрыдлову, ему ехать сюда нельзя. Теперь не то икону эту пишут со слов сновидца матроса, не то возят ее по каким-то мощам для освящения, а Скрыдлов в ожидании прохлаждается в Питере. — Витгефту, может быть, тоже что-нибудь привидится во сне, и он опять не захочет выйти в море, — усмехнулся Звонарев. Откуда ты узнал эту историю с иконой? — Китайцы привезли на джонках несколько номеров газеты, чьи фу пресс. Там все это рассказано. — Это столь невероятная чушь, что едва ли правда. Раз чушь, значит, будь спокоен, наверное, правда. Что-что, всякая такая галиматья у нас очень в ходу. Вскоре Звонарев распрощался и ушел. Пора было идти на пристань, где Андрюшу ждала шлюпка с Севастополя. Он и Риева крепко обнялись и вместе вышли из дому. Спотыкаясь в темноте, поддерживая друг друга, они кое-как добрались до пристани. Здесь уже рассказывал по набережной, поджидая их сам командир Севастополя Николай Оттвич Эссен. — Прошу извинить меня за опоздание, господин капитан первого ранга, — подошел к нему Акинфиев. — Я сам тоже только что подгреб сюда, Андрей Михайлович, — успокоил его Эссен. — Имею честь кланяться, сударыня. Поздоровался он с Ривой. — Так вы, Николай Оттвич, думаете, что эскадра вернется обратно в Артур? — спросила Рива. — Пути начальства неисповедимы. Но угольные ямы ни на одном корабле не загружены полностью. Очевидно, в Владивосток мы не пойдем. — Значит, или будем прорываться в нейтральные порты, или вернемся обратно, — ответил Эссен. Отвалив от листыни, шлюпка исчезла в темноте. Стессель был вне себя. Он ходил большими шагами по кабинету и потрясал только что полученные телеграммы о своем отзыве из Артура в Манжурскую армию. — Вы все расшифровали, верно? — Виктор Александрович, — уже не в первый раз спрашивал он у Рейса. — Ошибки быть не может, ваше превосходительство, — ответил полковник с невозмутимым видом. В противоположной своему генералу он был, как всегда, сдержан и спокоен. Его румяное, гладкое и выбритое лицо не выражало ни тени волнения. Сероголубые проницательные глаза холодно смотрели на взбешенного генерала. — Ввиду отхода войск вверенного вам района на передовые позиции крепости, предлагается вам немедленно по получении этой телеграммы сдать командование войсками генералу Смирнову, а самому при первой возможности выехать из Артура, и используя для этого, если понадобится, один из быстроходных крейсеров эскадры, генерал-адъютант Куропаткин еще раз громко прочитал Стессель злополучную телеграмму. — Это все козни Смирнова и моряков. — Они спят и во сне видят выжить меня из Артура, но не просчитаются. Стессель без боя не сдастся, я еще сумею свести с ними счеты. Кто, кроме вас, и меня знает содержание этой телеграммы? — Никто, ваше превосходительство. Я лично ее расшифровал. — Но ведь тут она имеет указание, что копии посланы Витгевту и Смирнову. Обе эти копии попали тоже к нам в штаб. Надеюсь, вы их не отправили по назначению? Не считал возможным это сделать без ваших на то непосредственных указаний. И прекрасно. — Пока задержите их, а я, думаю, что мне следует предпринять. Через час прошу вас зайти ко мне за распоряжениями, отпустил генерал своего начальника штаба. Как только Рейс ушел, Стессель с телеграммой в руках направился к жене. По хмурому, расстроенному виду мужа Вера Алексеевна поняла, что произошло нечто весьма важное, и поспешил увезти его в спальню, где у них. Всегда происходили секретные совещания. — Что случилось? — Фок отступает. — Тебя подчинили морякам. Умер Куропаткин. В России беспорядки. Засыпала мужа вопросами Вера Алексеевна. Генерал молча протянул ей телеграмму. Нацепив на нос пенсне, генеральша медленно вслух прочитала ее два раза. — Кто о ней знает, кроме тебя, в Артуре? — Только Рейс. Вера Алексеевна на минуту мрачно задумалась, а потом сразу расцвела. — А зачем тебе ее получать, Анатоль? Уже весело спросила она. — То есть как, зачем получать, коли она уже получена? Не понял генерал. Но ведь она могла и пропасть. — Ее мог выбросить за борт по дороге лодочник, когда его начали преследовать японцы. — Наконец, он просто мог погибнуть сам по дороге и не доставить этой телеграммы, — пояснила генеральша. — Ничего не понимаю. Посланец благополучно добрался до Артура и передал почту по назначению. Он вернется в Чифу, к консулу Тидеману и представит ему нашу расписку в получении почты. Вы слишком поторопились дать ему расписку. Может быть, Рейс еще не рассчитался с ним? Надо это узнать. А затем помешать лодочнику вернуться обратно в Чифу. Это не в моих силах. Да и какой в этом смысл? Какой ты непонятливый, Анатоль. Вернувшись в Чифу, он сообщит Тидеману, что телеграмма тебе доставлена, а тот Куропаткину. Если же он не вернется в Чифу, то Тидеман сочтет его погибшим и пошлет другого. Ну, пока что пройдет довольно много времени, и мы что-нибудь придумаем. Значит, лодочника, по-твоему, следует арестовать? С трудом соображал Стессель. Особенно церемониться с ним не следует. Арестованный, может быть, потом освобожден и начнет рассказывать о своих приключениях. Так ты думаешь, я не только думаю, но и твердо знаю, что глупее тебя в Артуре нет человека. Обозлилась Вера Алексеевна. С посланцем я сама улажу дело. А ты вели Рейсу сейчас же уничтожить все копии из телеграммы и забыть, что он ее когда-либо получал. Понял? Значит, ты находишь, что ее следует скрыть. Слава тебе, Господи, сообразил-таки, наконец. Но если Рейс разволтает, он совсем не такой дурак, как ты. Ты прекрасно понимаешь, что пока ты находишься в Артуре, ему обеспечено спокойное место начальника твоего штаба, а если власть перейдет к Смирнову, то ему немедленно придется вернуться в свой полк. Стессель стал постепенно понимать план своей жены, телеграмму скрыть, приказать Рейсу молчать, обезвредить лодочника и ждать, что будет дальше. Ты задумала рискованное дело, — обернулся он к жене. Во-первых, если все хорошенько заранее обдумать и предусмотреть, риска нет. А во-вторых, на войне без риска не обойдешься. Вызови сегодня же в Артур Фока и устрой совещание с ним и Рейсом, я тоже на него приду, — распорядилась Вера Алексеевна. Хотя я и не совсем понимаю, зачем это надо сделать, но раз ты так хочешь, будь по-твоему, — смирился Стессель и направился к двери. Прикажи Познанскому арестовать лодочника, якобы заутерю секретных бумаг и обвини его в том, что он их передал японцам. — Так его за это надо будет повесить, — удивился генерал. — Одним человеком, больше или меньше, все равно, но мы избавимся от нежелательного свидетеля. — Так бы ты мне сразу и сказала, что лодочника надо вздернуть. — Когда ты, Анатоль, поумнеешь? — сокрушенно вздохнула генеральша. Генерал решительными шагами направился к себе в кабинет. Лодочник был в тот же вечер арестован и по приговору военно-полевого суда повешен, как японский шпион. Рейс заверил генерала в своей скромности, и Стессель несколько успокоился. Полученное от моряков сообщение о выходе эскадры завтра в море окончательно вернуло начальнику укрепленного района, утраченное было им душевное равновесие, а Вера Алексеевна включила в свой поминальный список новопредставленного рова Божьего. Имя же его ты, Господи, Веси. Было еще совсем темно, когда суда эскадры поодиночке начали вытягиваться на внешний рейд. Сперва вышел караван тральщиков. За ним тронулись крейсера «Новик» и «Меноносцы». Позже вышли крейсера «Диана», «Аскольд» и «Броненосцы» «Севастополь», «Полтава», «Цесаревич», «Пересвет», «Победа» и «Ратвизан». В хвосте шли крейсера «Баян» и «Поллада». К восьми часам утра выход судов, продолжавшийся более четырех часов, был закончен, и только около полудня эскадра двинулась с внешнего рейда в море. На правом траверзе ее, равняясь по главному броненосцу, шел отряд из семи миноносцев и двух минных крейсеров. Видимость все время была отличная. Море оставалось совершенно спокойным, японцы маячили на горизонте, не решаясь подойти к эскадре. Лейтенант Акинфиев находился рядом с Эссеном на переднем мостике броненосца «Севастополь» и в бинокль наблюдал за происходящим в море. Около шести часов вечера, уже перед закатом солнца, на горизонте появился японский флот, шедший на пересечении русской эскадры. На всех судах пробили боевую тревогу, поднялись тенговые флаги и, приготовившись к бою, пошли на сближение с неприятелем. Тихоходный Севастополь едва поспевал за идущим впереди пересветом. Эссен нервничал, ругался и требовал от механиков увеличения числа оборотов. Не броненосец, а старая калоша ворчала. — Андрей Михайлович, я попрошу вас следить за сигналами адмирала, — обернулся он Кокинфиеву. — Есть следить за сигналами адмирала, — вытянулся лейтенант. — Разрешите отправиться на Фокмарс, так как отсюда за дымом сигналы плохо видны. Эссен разрешил, и Кокинфиев с одним из сигнальщиков поспешил туда забраться. Здесь уже находился артиллерийский офицер-лейтенант Диков с дальномером. Андрюша огляделся. Солнце, близкое к закату, четко освещало безграничную водную равнину чуть взволнованного моря. На светлом фоне неба вырисовывались силуэты идущих в кильватор судов. Дым из многочисленных труб стлался по поверхности моря, вправо от эскадры, закрывая весь горизонт. Слева, на расстоянии около 70 кабельтовых, на параллельном курсе шла японская эскадра из 18 вымпелов. Впереди виднелись крейсера Якумо, Ясама, Касаги, Читосе, Такосико и Ниитака. За ними двигались главные силы — броненосцы Микаса, под флагом адмирала Тога, Асахи, Фуджи, Шикишима и броненосные крейсера Ниссин и Касуга. В шествии замыкали шесть легких крейсеров. Вдали на горизонте маячили десятка-два миноносцев. В это же время справа показались идущие контркурсом четыре старых броненосных крейсера с броненосцем береговой обороны Чи-Ни-Ен во главе. И еще около десятка миноносцев. Было очевидно, что Того успел собрать к Артуру все свои силы. — Вот так неожиданный выход в море! — возмущался Андрюша. — Три дня собирались, до полдня выходили из гавани. За это время японцы из-под Владивостока могли подтянуть сюда все свои силы. — Да, почти шестьдесят вымпелов против двадцати наших! — отозвался Диков. — Правда, у нас шесть броненосцев против их четырех, но этим и исчерпывается все наше преимущество. — Какая у тебя дистанция? — крикнул Диков в мегафон дальномерщиков боевой рубки. — Шестьдесят два кабельтовых, а у нас, — спросил он своего дальномерщика, — пятьдесят девять кабельтовых. — Что за черт? Какой же из них врет? — недоумевал офицер. — Это нужно было выяснять в Артурии до выхода в море, а не сейчас, — возмутился Акинфиев. — Идем в бой, даже не знаем, какой из дальномеров испорчен, а какой нет, прошу без замечаний. — Господин Акинфиев окрысился Диков. — Ваше благородие! — доложил в это время сигнальщик. — Цесаревич ложится на обратный курс. Акинфиев взглянул на головной корабль. Цесаревич повернул на шестнадцать трумбов и лег на обратный курс. За ним последовали Ратвизан, Победа и все остальные. Проходя мимо Севастополя, цесаревич поднял сигнал. — Идти за мной в Артур! — Акинфиев плюнул с досады и поспешил с докладом к Эссену. Командир ответил на сообщение бранью по адресу Витгефта. — Завтра же отправлюсь к Стесселю и попрошу мне дать хотя бы роту в стрелковом полку! — сердито кричал он. — Быть сейчас моряком просто позорно! Отступать! Без единого выстрела! Без малейшей попытки завязать бой! — Нет, это свыше моих сил! Как не возмущался Эссен, все же ему пришлось подчиниться и вместе с эскадрой возвращаться назад в Артур. Быстро темнело. Большие неприятельские суда, без выстрела заставив вернуться русскую эскадру в Артур, стали отставать и скоро скрылись в ночной темноте. Вместо них со всех сторон появились японские миноносцы, явно готовящиеся к атаке. С цесаревича был поднят сигнал. Крейсерам держаться на правом траверзе, миноносцам на левом. Прибавив ход, аскольд, баян, паллады и диана, вышли вправо от броненосцев, а навиг влево от них и приготовились прикрыть главные силы от минных атак с флангов. С цесаревича опять засигналили уже по ночному фонарями. — Приготовиться к отбитию минной атаки! — доложил эссеный сигнальщик. — Бить, дробь, тревогу! — приказал командир. Матросы бросились к своим местам по боевому расписанию. Акинфиев направился в кормовую башню, где он должен был находиться во время боя. Там два комендора с матросами при свете слабых электрических лампочек возились у орудий, то и дело вглядываясь в ночную тьму. Оба орудия были заряжены, в беседках лежали приготовленные к следующему выстрелу снаряды. — Ночью, братцы, японец нам покою не даст! — обратился к матросу Макинфиев. — Придется вам находиться при орудиях, поэтому спаситесь провиантом. — Так точно, ваше благородие! Матросский дух через еду поднимается, — ответил лейтенанту квартирмейстер. — Башкин и Гриценко, живо летите в камбуз за харчами! Где-то впереди показался луч прожектора, и тотчас по морю пронесся гул орудийного выстрела, за ним другой, третий, и загрохотала сразу вся эскадра. Акинфиев вышел из башни. По морю бегали многочисленные прожекторные лучи. Впереди, на левом крамболе, смутно темнел Ляутишань. С берега навстречу эскадре тянулись тонкие светлые ленточки крепостных прожекторов. Крейсера опять вступили в кильватор главным силам, и только Баян, развивая ход до предельного, обгонял эскадру, чтобы идти форзейлем. Миноносцы и навиг составляли арьергард. — Любуйте с боевой картиной, — подошел к Акинфиеву один из офицеров, — не правда ли красиво? — Не столько любую, сколько негодую, — сердито ответил Андрюша. — Еще неизвестно, что дальше будет. Быть может, переночуем у Артура, а наутро поплывем прямо во Владивосток. Зачем же делали тогда сегодняшнюю прогулку? Чтобы поразмять. И командиры, и команды. А то ведь мы совсем замшели в Артурской луже. Кроме того, японские миноносцы за сегодняшний день сожгут уголь, израсходуют воду и расстреляют свои мины, и им будет необходимо зайти в свои порты для пополнения. Следовательно, выдержав дневной бой с японцами, которые особенного преимущества в броненосных кораблях перед нами не имеют, мы за ночь проскочим Корейский пролив. А в Японском море нас встретят в Владивостокские крейсера. Угля у нас хватит на переход во Владивосток. Если понадобится, завтра с утра догрузим. Все это, конечно, вполне возможно. Очень разумно и выполнимо, но при одном условии, чтобы эскадрой командовал не Витгефт. «Миноносцы на левом траверзе!» — крикнул один из комендоров в башне, и тотчас же об орудии дали залп. «Кто разрешил стрелять?» «Какой прицел?» — кинулся Акинфиев комендором и, не дожидаясь ответа, побежал на командирский мостик. С броненосца раздалось еще несколько беспорядочных выстрелов. «Прекратить огонь! Не сметь стрелять без команды!» — ревел в мегафон Эссен. Офицеры набросились на матросов и в первую голову на унтеров. «Зачем, сука, смотришь?» — орал Диков в соседней башне на кондуктора. «Нашивки сорву!» Унтеры и кондукторы, в свою очередь, полушепотом, злобно ругали матросов и угрожали им пинками и зуботычинами. Нарушенный был порядок, постепенно восстановился. Между тем эскадра, отбиваясь от наседавших на нее миноносцев, подошла уже к самому Артуру и стала вдоль берега в две линии, головою за электрическим утесом, а хвостом у белого волка. Крейсера расположились мористей броненосцев. Мощные крепостные прожектора, расположенные на крестовой горе и у белого волка, освещая эскадру с флангов своими лучами, образовали столь сильную световую преграду, что сквозь нее не мог проскочить незамеченным ни один японский миноносец. Каждый раз, когда они целыми отрядами бросались в атаку на русскую эскадру, их тотчас замечали, и они попадали под сосредоточенный огонь береговых батарей и кораблей эскадры. Опасаясь потерь, японские миноносцы выпускали торпеды с большой дистанции и поспешно удалялись в море. В результате ни одна выпущенная торпеда не достигла цели, а несколько японских миноносцев выбыло из строя. Так, совместными усилиями берега и флота, все вражеские атаки были полностью отбиты. Белый всю ночь находился на сигнальной станции у моряков, и отсюда руководил огнем береговых батарей. На этот раз даже Стессель, наблюдавший за боем Золотой горы, не мог не признать пользы взаимодействия берега и флота. Около самого места стоянки Севастополь чуть не протаранил впереди идущий пересвет и, избегая столкновения, выкатился из строя влево. Под ним произошел взрыв мины. Броненосец сильно вздрогнул и повалился на левый борт. Вот. Огромный столб воды обрушился на полу. Андрюша Акинфиев в момент взрыва был в башне, которая тотчас же наполнилась тяжелым черным дымом с острым запахом. Из патронного элеватора тоже выбросил огонь и дым. Лейтенант потерял сознание. Увидя падающего офицера, матросы бросились было к нему на помощь, но броненосец продолжал угрожающий кляниться на левый борт, и они поспешно выскочили из башни. В это время на палубе под командой Эссена энергично развертывались работы по спасению корабля. Повреждения оказались незначительными. Спустив на воду грибные суда, матросы быстро подвели пластырь, и Севастополь полным ходом двинулся к берегу, в бухту Белого Волка на мелководье. Старший офицер доложил, что пробоина ниже броневого пояса между 23 и 13 шпангоутами, и что, кроме того, пришло затопить вследствие начавшегося от взрыва пожара патронный погреб и первую угольную яму, а заодно и прилегающие коридоры. Водонепроницаемые переборки выдерживают напор воды, справился Эссен, и их сильно выпучило, но пока что они держат. — Все же немедленно пошлите их укрепить. — Лейтенант Акинфиев при взрыве отравлен газами, — доложил подошедший матрос. — Их унесли в каюту. — Сейчас же послать туда врача, — забеспокоился Эссен. — Как же его это угораздило! — Никто, кроме него, кажется, не пострадал. — Еще два матроса блюют за борт. Тоже газом углотались. — Но те, должно скоро очухаются, — добавил матрос. — Лейтенант Акинфиев еще слабый после ранения на страшном, они поэтому и сам леяли. Затем Эссен приказал затопить для выравнивания крена три коридора с правого борта и наблюдать за состоянием переборки у паркового погреба. Через минуту загрохотала цепь отданного якоря, и броненосец, слегка вздрогнув, остановился. Пока Севастополь справлялся с починкой своей пробоины, остальная эскадра была занята отбитием минных атак японцев. Когда в четвертом часу утра на востоке начало светать, японцы поспешили уйти в море. Прожекторные лучи постепенно поблекли и растаяли в наступающей заре. На всех кораблях усиленно засемафорили, донося флагман о своих потерях и повреждениях. Вскоре к подорванному Севастополю подошло несколько портовых пароходов с мощными спасательными средствами. Прибыло главный инженер порта Кутейников с бригадой рабочих, водолазы немедленно осмотрели пробоину, которая оказалась площадью около четырех квадратных сажений. — Счастливо вы делались, Николай Оттович, — обратился Кутейников к эссону. — Во тьме кромешной подвезти пластырь под такую пробоину — дело далеко не легкое. Кроме того, вы приняли на левый борт около тысячи тонн воды и легко могли бы совершить сальто Мортале килим вверх. — Мы его избежали, затопив отсеки противоположного борта. — Когда можно рассчитывать на окончательный ремонт корабля? — спросил эссон у инженера. — Минимум месяц, если не больше, так как вы в док не влезете, и работу придется вести при помощи кессона, что требует больше времени. — Для Витгефта и его компании это будет подходящим предлогом, чтобы еще месяц сидеть, сложа руки в артуре, — мрачно проговорил эссон. Около семи часов утра Севастополь на Буксире был введен в гавань, где и ошвартовался у набережной. Акинфиев едва добрался до квартиры Ривы и сразу слег. Врачи определили у него воспаление легких и признали положение тяжелым. Утром, 10 июня, Звонарев с удивлением увидел, что эскадра почти вся вышла на внешний рейд. В гавани осталось всего два-три корабля, и те подтягивались к проходу. Сев на лошадь, он широкой рысью направился к укреплению, носившему название Большого Орлиного гнезда. Расположено было оно на второй линии сухопутной обороны между вторым и третьим фортами и считалось одним из основных узлов обороны. Вздыбленная в небо отдельно стоящая скалистая гора была увенчана сильным редутом и батареей дальнобойных шестидюймовых пушек Кане. Естественная крепость этой позиции была так велика, что оборонительные сооружения здесь сводились лишь к постройке в скале казематов для гарнизона и порховых погребов и насыпки стрелковых валов. Со скалы открывался широкий вид как в сторону суши, так и на море. Поэтому Орлиное гнездо имело исключительно важное значение как передовой артиллерийский наблюдательный пункт. Учитывая это, Кондратенко уделял ему весьма большое внимание и часто бывал там. Сегодня Звонарев должен также был встретиться здесь с генералом. Подъехав к укреплению, прапорщик спешился и стал карабкаться по узенькой крутой тропинке вверх. На Орлином гнезде он застал много народу. Кроме обычных рабочих, солдат и китайцев, занятых на работах по укреплению, сюда собралось много офицеров, служащих различных учреждений города, портовых рабочих, внимательно наблюдавших за действиями эскадры и старавшихся угадать ее дальнейшие намерения. — Сегодня наши морячки — настоящие именинники, — проговорил Кондратенко, здоровый с Звонаревым. — Весь Артур высыпал, чтобы поглядеть на эскадру. Сам Стессель поскакал на Золотую гору с Белым и Никитиным. — Я, откровенно говоря, не верил, что моряки выйдут из Артура, — признался Звонарев. — И теперь приятно разочарованы. Дай бог им встретить не всю эскадру Тога, а только ее часть. — Со всей нашим, конечно, не справится. Частями же, может быть, как-нибудь одолеют. К ним подошли несколько человек инженеров, офицеров, и начался общий разговор. — Наши адмиралы слишком трусливы, чтобы осмелиться принять бой. Поверьте, как только они увидят эскадру Тога, то обменяются с ним парой выстрелов и побегут до дому. Готов пари держать, — горячил Сарашевский. — Вы, Сергей Александрович, несправедливы, — возражал Кондратенко. — Громадное превосходство японцев на море заставляет Витгефта быть осторожным и не рисковать зря. Поэтому-то он и не выходит в море. Был уже полдень, когда эскадра, наконец, тронулась с внешнего рейда, провожаемая тысячами самых разнообразных напутствий. Кондратенко со Звонаревым выехали на Золотую гору для свидания со Стессалем. — Ну что ж, проводили, наконец-то, самотопов в море, — радостно обратился Стессель к Кондратенко. — С самого утра жду здесь, когда они, наконец, уйдут. Как только эскадра скрылась за горизонтом, Стессель двинулся домой, захватив с собой и Кондратенко. Усталый Звонарев пошел к себе отдохнуть и лег спать. Проснувшись поздно вечером, он подошел к открытому окну. На него пахнуло ночной прохладой и запахом гниющих морских водорослей. Весь Артур был погружен в вечернюю мглу, улицы слабо освещались молодым месяцем, и с порта доносился стук молотов и тяжелое дыхание паровых машин. — Сергей Владимирович, ау! — окликнула Звонарева с улицы Варя. Я уже с полчаса ожидаю, когда вы, наконец, проснетесь. Заходила два раза, и ваш денщик все время докладывает. — Спять! — Что вы ночью-то будете делать? — Гулять! — ответил Звонарев. — Я хочу вам показать заграничный журнал, где изображен утес и борейка. Закройте окно и зажгите лампу! — распоряжалась девушка. Звонарев повиновался. Девушка вошла, держа в руках стопку иностранных газет и иллюстрированных журналов. Тут были North China Daily News, Shanghai Press, Japan Times и, кроме того, несколько американских журналов. Варя раскрыла один из них и показала снимок электрического утеса. Рядом во Варе был помещен портрет смеющегося борейка. — Электрейшн, Рок энд Хёр, Комодор, Кэптэн Борейко! — прочитала Варя. — Видите, как вашего медведя возвеличили? Сразу их капитана произвели и сделали командиром электрического утеса. А здесь помещены и вы! И Варя показала группу инженеров во главе с Кондратенко, среди которых Звонарев увидел и себя. — Так это всего неделю назад нас снимал германский военно-морской атташе капитан Гопман, — удивился прапорщик. — Ей снимки и поновее. Лукаво улыбнулась Варя. Перелистывая журналы, они наткнулись на фотографию Стесселя, снятого во время раздачи наград на электрическом утесе. — Кто же это снимал? — недоумевал Звонарев. — Я не видел ни одного фотографа. — Да этот противный Гантимуров! Он разъезжает по Артуру до всех и всё фотографирует. — Ну да. А потом свои снимки за приличную цену продаёт иностранным журналам, — мрачно проговорил подошедший к ним гобята. — Мало того, что у нас тут кишмя кишит японскими шпионами. Им, оказывается, ещё помогают личные адъютанты Стесселя. — Если только сам Стессель не состоит на содержании у них, — добавил Звонарёв. Внезапно покой тихого артурского вечера был нарушен глухими раскатами отдалённого грома. Надвигается гроза, — заметил Варя. — Днём было слишком душно. Гобята подошёл к барометру и постучал по стеклу. — Едва ли это гроза. — Вернее, с моря доносится гром орудийной стрельбы, — сказал он. — В такой темноте ничего не увидишь. И, во всяком случае, перепутаешь свои корабли с чужими. — Нет, это, конечно, отдалённая гроза, — наставил Варя. — Выйдем во двор. — Там должны быть видны зорницы, — предложил Звонарёв. Все трое спустились на улицу и пошли к набережной, в порту. В юго-восточной части небо беспрерывно сверкали ни то зорницы, ни то отблески выстрелов. — Видите, я права, — указал на них Варя. Но гулка, раздавшиеся один за другим четыре выстрела, тут же рассеяли всякое сомнение. — Эскадра с боем возвращается в Артур, — догадался Гобята. — Надо сообщить сейчас же об этом Василию Фёдоровичу. И они поспешили к квартире Белых. Но генерала они застали уже садившим сверху на лошадь. — Папа, я с тобой, — попросил Эсваря. — Только живо, — ответил Белый. — Присоединяйтесь ко мне, господа, а я еду на Золотую гору, — заторопился генерал и, не дожидаясь, рысью тронул свою лошадь. — Пойдем-ка по прохладе, Сергей Владимирович пешком, — предложил Гобята. Они по крутой тропинке стали напрямик подниматься на Золотую гору. Эскадры еще не было видно, но прожекторный свет ее уже ясно проступал на горизонте. По мере ее приближения канонада усиливалась. Было очевидно, что эскадра идет под защиту береговых батарей, отбиваясь от японских миноносцев. Белый хриповатым боском громко отдавал нужное распоряжение — стрелять только белому волку, стрелковой батарее и утесу на предельных прицелах, чтобы не попасть в своих. Солдаты-телефонисты и матросы-сигнальщики торопливо начали передавать это распоряжение на батареи. Вскоре открыл огонь батарея электрического утеса. За нею загрохотала стрелковая батарея и глуши, отдаленная двадцать вторая. Весь берег ожил, гремя то сразу целыми залпами, то одиночными гулкими выстрелами. Эскадра тем временем стала на якорь под берегом. И когда еще, с самого начала войны, Артур не слыхал такой сильной канонады, выстрелы судов и батареи сливались в один сплошной гул, стоявшие на рейде корабли казались большими факелами, сухопутные батареи и огненными полосами проступали на темном фоне берега. Вскоре на Золотую гору подъехал Стессель. Едва успев слезть с лошади, он во всеуслышание разразился площадной бранью по адресу Витгефта и моряков. «Если они с рассветом не уберутся обратно в море, прикажу береговым батареям перетопить всю эту сволочь!» — кричал генерал. «Мы не знаем еще, в каком состоянии эскадра, какие потери на судах. Может быть, она настолько сильно пострадала в бою, что ей необходимо было вернуться», — пытался урезонить его белый. «Запросите адмирала о потерях и доложите мне», — распорядился Стессель. Вскоре ему доложили, что на эскадре потерь нет, и только Севастополь случайно подорвался на мине. Это сообщение вызвало у генерала новый припадок бешеной ругани по адресу флота. «Трусы! Подлые изменники! С рассветом я пошлю Витге в ту ультиматум, или немедленно уходить в море, или я обстреляю их с берега. Пусть все батареи будут готовы к этому», — приказал генерал. Все же к утру эскадра втянулась на внутренний рейд, и корабли снова мирно задымили в артурском рейде гавани. Возвращаясь домой вместе с Никитином, Стессель проезжал мимо Пресного озера. Русские и китайские ребята громко смея сбросали с берега камни в воду. На воде плавали какие-то разноцветные пятна, в которые мальчишки старались попасть. Никитин удивленно всматривался и никак не мог понять, что собой представляют эти движущие, если желтые, красные и голубые предметы. Наконец он подозвал к себе одного из мальчиков. «Что это вы здесь делаете?» — строго спросил у него генерал. «Лягушку надуваем». «То есть как-то надуваете?» — недоумевал Никитин. «Ловим лягушку, вставляем ей в зад соломинку и через нее надуваем. Затем бросаем ее в воду. Она хочет нырнуть, а воздух ее не пускает. Мы в них бросаем камнями, а чтоб заметнее было, красим в разные цвета», — деловито пояснил мальчик. Генерал громко расхохотался. «Вот если б ты, Анатолий Михайлович, мог так же надуть наших самотопов и затем выгнать бы их в море, авось тогда бы Витгефт осмелился вступить в бой с японцами». И оба генерала отъехали, громко смеясь. Вечером 11 июня к Стесселю приехали с передовых позиций ФОК и начальник штаба района полковник Рейс. Друзья сидели в кабинете генерала, тут же находилась Вера Алексеевна с неизменным рукоделием. Стессель показал телеграмму Куропаткина об отзыве из Артура и сообщил о принятых по этому поводу мерах. Выслушав его, ФОК молча походил по комнате и затем своим неприятным скрипучим голосом проговорил. «Одной телеграммой дело, конечно, не ограничится. Тидеман будет тебя бомбардировать ими, пока не добьется извещения, что ты их получил. Конечно, с ответом торопиться не следует. Чем больше пройдет времени, тем труднее тебе будет уехать отсюда. Японцы подойдут к суше, а море забросают минами. Надо все же составить ответ. И в случае повторения телеграммы сразу же послать его. Ответ я заготовлю сегодня вместе с Виктором Александровичем». «Надо как следует продумать каждую фразу, каждое слово», — заметила Вера Алексеевна. «Мы, конечно, его внимательно обсудим на нашем, как сказать, полусемейном совете», — с улыбкой ответил ФОК. «С кем, с кем, а с вами, многоуважаемая Вера Алексеевна, посоветоваться всегда полезно». ФОК и Рейс стали прощаться. Едва они успели выйти, как перед домом Стесселя остановилась коляска, и из нее вышел Эссен. Он был в парадной форме, при орденах, в белых перчатках, с палашом в треуголке. «Весьма рад видеть вас, Николай Оттович», — приветливо встретил его генерал, высоко оценивший общеизвестную храбрость Эссена. «В свою очередь спешу засвидетельствовать вашему превосходительству глубочайшее уважение», — расшаркал самаряк. «Прибыл я по личному и, к тому же, не совсем обычному делу. Всегда готов оказать вам, Николай Оттович, возможное содействие», — продолжал трясти руку Эссена генерал. «Прошу усадиться». Собеседники уселись друг против друга в мягкие кресла. «Как известно, конечно, вашему превосходительству, эскадра после короткой прогулки в море вернулась в Артур. У адмирала Витгефта не хватило мужества и решимости, чтобы вступить в бой с японцами», — начал рассказывать Эссен. «Все это привело меня к решению покинуть флот и перейти в армию, которая по-настоящему ведет войну с врагом, а не бегает от него, как наша эскадра. Я приехал просить ваше превосходительство принять меня на службу в один из стрелковых полков хотя бы ротным командиром». Стесель порывисто встал и горячо пожал руку Эссену. «Вы благороднейший человек, Николай Оттович! Я вполне разделяю ваше возмущение действиями адмирала Витгефта и потрясен, и взволнован честностью и благородством вашего порыва. Если бы все морские начальники держались таких же взглядов, то наш флот давно главенствовал бы на море. Я буду счастлив видеть вас в числе своих подчиненных». «Как только вы освободитесь от обязанности командира-броненосца, вам будет предоставлена должность сперва помощника командира полка, чтобы вы могли приобрести известный опыт командования, а затем вы получите первый освободившийся полк». «Я не смею рассчитывать на столь быстрое повышение по службе, ваше превосходительство», — отвечал Эссен, — «ведь я моряк. Храбрость и находчивость, которыми вы заслужили себе общее уважение, являются лучшим залогом успешности вашей деятельности, как командиру любой войсковой части». «Я до глубины души тронут таким отношением ко мне». «Ваше превосходительство», — прочувствованным тоном ответил капитан и стал прощаться. «Но тут появилась Вера Алексеевна. Я все слышала, Николай Откович», — проговорила она, здоровая Эссеном, — «и также восхищаюсь вашим благородным поведением. Прошу в столовую на чашку чая». Когда через час Фока и Рейс пришли к Стеэсселю, они застали моряка, который с горечью все еще рассказывал о всех перипетиях минувших суток. После отъезда Эссена все перешли в кабинет. Фок достал из бокового кармана сложенную в четверо бумагу. Мы набросали тексты ответной телеграммы Куропаткину. «Ваше высокопревосходительство, Алексей Николаевич, надо вставить выскочтимый», — перебила Вера Алексеевна. «Можно», — ответил Фок и карандашом вставил в текст нужное слово. «Ваше высокопревосходительство, высокочтимый Алексей Николаевич. Предписание, номер там видно будет какой, я получил вчера. Предписание это меня крайне поразило, и я решаюсь высказать вам все то, что сопряжено, по моему глубокому убеждению, с немедленным его осуществлением. «Меня хорошо знают. Все войска, тут надо добавить, любят меня и верят мне», — опять вставила Вера Алексеевна. «Справедливые замечания», — согласился Рейс. «Меня хорошо знают все войска, любят меня и верят мне», — продолжал Фок. «Мой отъезд породит общее уныние». «Это, как сказать, Смирнов, Литгевт и компания очень даже будут обрадованы», — бросил с места Стессель. «Зато все честные люди будут огорчены», — возразила Вера Алексеевна. «Породит уныние, что теперь самый опасный упадок духа. Я неоднократно просил наместника разрешить мне выехать к корпусу, просил и в день его последнего отъезда. Он уехал так быстро, что я даже не успел с ним повидаться», — проговорил Стессель. «Эта роли не играет», — ответил Фок, продолжая чтение. «Но он категорически мне в этом отказал». «Тогда при обстоятельствах относительно спокойных мне можно было выехать. Теперь же в такой острый период блокады нельзя». «Хорошо», — одобрила генеральша. «Генералы Фок, Кондратенко, Белый, Никитин, Надеян, дружно и от души работают со мной». «По-моему, Надеяна, можно вычеркнуть», — заметила Вера Алексеевна. «А надо включить Виктора Александровича», — кимнула она на рейса. «Я поместил только генералов», — пояснил Фок, «а то надо будет перечислять всех командиров полков». «Тогда опять добавьте и верят мне», — настаивала генеральша. «Генералы Фок, Кондратенко, Белый, Никитин, дружно и от души работают со мной и верят мне». Фок взглянул на Вера Алексеевну, которая одобрительно кивнула ему головой. «Положение мое здесь, разумеется, гораздо труднее командования в поле. Повторяю, я просил разрешения уехать, когда это было возможно без ущерба для дела. Теперь же докладываю, будет большой ущерб делу, если я уеду отсюда. Если же мой отъезд из Артура все-таки будет признан необходимым, то сочту своим долгом принять все меры к выполнению вашего распоряжения, хотя в настоящее время сообщение Артура с внешним миром с каждым днем становится все затруднительнее вследствие усиления надзора со стороны японцев за всеми выходящими от нас судами. Да хранит вас Господь на славу царю и родине!» Кончил Фок. «Конец надо переделать!» — не согласилась Вера Алексеевна. «Да хранит вас Господь на славу обожаемого монарха и горячо любимой родины!» Фок тут же внес предложенные изменения. «Теперь я с вашего разрешения, ваше превосходительство, все это зашифрую, чтобы в любой момент, когда понадобится телеграмму, можно было отправить в чайфу», — проговорил Рейс. «Хорошо. Я надеюсь, господа, на вашу скромность», — обратился Стессель к гостям. «Само собой разумеется», — поспешили заверить генерала Фок и Рейс. От Стесселя Эссен отправился на цесаревич Квитгевту. Адмирал принял его, как всегда, с добродушной любезностью. «Не везет вам, Николай Отвич», — сочувствовал он. «Из всей эскадры вчера пострадал только ваш, один Севастополь. Зато вам, ваше превосходительство, очень везет». В тон адмиралу ответил Эссен. «Ночью без стралов стали на внешнем рейде. И только один мой Севастополь пострадал, а могло быть много хуже. Царица Небесная и Николай Угодник сохранили остальные корабли». Прочувствованно проговорил Витгевт и взглянул на висевший в каюте образ Николая Чудотворца, покровителя моряков. «Угодники угодниками. Но надо и самому обдумывать свои решения. Я вот сейчас в толк не возьму, почему вы бежали в Артур от японской эскадры?» — зло сказал Эссен. «Нельзя было рисковать вступать в бой при почти тройном превосходстве сил противника», — пояснил адмирал. «Я хотел вас, ваше превосходительство, спросить. Долго вы еще намереваетесь сидеть в Артуре?» «Во всяком случае, до починки Севастополя я в море не выйду. Боюсь, что и после починки его тоже не выйдете. Будь моя воля, я вообще бы в море не выходил. В Артуре флот будет целее. Я прибыл к вам, чтобы заявить, что я совершенно не одобряю вашего образа действий и считаю вчерашнее поведение эскадры позорным». Одним духом выпалил Эссен. «Это дерзость с вашей стороны», — вскипел адмирал. «А отступление в Артур без единого выстрела с вашей стороны является предательством?» «Я принужден буду списать вас эскадры, капитан Эссон», — покраснел Витгерд. «Вот мой рапорт об этом». Протянул Эссон бумагу адмиралу. Тот взял его дрожащими от волнения руками и начал читать. «Считаю возможным дальше служить на флоте. Прошу списать. Намерен перейти в армию. Вы не вполне здоровы, Николай Оттвич. Вы и армия лучший командир в эскадре, и вдруг командует пехотной ротой. Да вас и Стессель не возьмет к себе. Вы ведь знаете, как он ненавидит моряков», — растерянно бормотал Витгерд. «Я был у него. Генерал принял меня с распростертыми объятиями и пообещал назначить сперва помощником командира полка, а затем дать полк. Вы были у Стесселя?» — выпучил от удивления глаза Витгерд. «Просили у него переводы в армию? Так точно, ваше превосходительство. Армия хоть не убегает от одного вида японцев и решается вступить с ними в бой, — четко проговорил Эссон. Адмирал сразу обмяк. «Что вы наделали, Николай Оттвич?» — плаксивым тоном проговорил Витгерд. «Бог вам, судья! Но я не заслужил на старости лет такого позора, который вы обрушили на мою голову. Вы лучший командир в эскадре, вы, моряк до мозга костей, уходите в армию. Ведь за вами потянутся, если не старые командиры, то, во всяком случае, вся молодежь начнется повальное бегство с кораблей. На радость Стесселю и Того совсем растерялся адмирал. «Николай Оттвич, голубчик, уважьте меня, старика! Возьмите свой рапорт обратно и сообщите Стесселю, что вы раздумали!» — взмолился Витгерд. «Ваше превосходительство! Мне гарантирует, что эскадра при первой возможности выйдет в море!» — поставил вопрос ребром Эссон. «Ну как я вам могу это обещать? Японцы нас перетопят, а сами при этом останутся целы!» — истерически крикнул Витгерд. «Прикажут, пойду, но пойду не побеждать, а умирать! Возьмите обратно, ваше прошение, Николай Оттвич, а я постараюсь, как только Севастополь будет исправлен при первой же возможности направить вас в море!» Эссон нехотя взял свой рапорт обратно. «И Стесселю сообщите, что пока что раздумали переходить в армию, и надеетесь еще повоевать с японцами в море!» — упрашивал на прощание адмирал. Вскоре после ухода Эссона к Витгерду, продолжавшему тяжело вздыхать и молчаливо ерошить свои стриженные ежиком полуседые волосы, пришел его начальник штаба Матусевич, недавно произведенный в адмиралы, эпикуреец и жуир. Он всегда находился в прекрасном расположении духа. Матусевич сразу заметил расстроенный вид адмирала. О чем задумались, Вильгельм Карлович? Чем опечалились? Совсем сейчас меня вывел из равновесия Эссон, подал рапорт о списании в экипаж. Матусевич хочет из флота переходить в армию, на силу уговорил подождать, пока его Севастополь починит. Только-то... Стоило из таких пустяков огорчаться. Не беспокойтесь, покипятится и остынет. Он сегодня к Стесселю ходил просить о переводе в армию, ну а тот что? Принял его с распростертыми объятиями и стал еще сильнее ругать моряков вообще и вас в частности. Без этого, конечно, не обошлось. Опять кляузничить на нас начнет Куропаткину и наместнику. Не обращайте внимания на это, Вильгельм Карлович. Браль на вороту не виснет. Помните, как в романсе? Пускай бронят, пускай смеются. Мне все равно, мне все равно, мягким баритоном пропел Матусевич. Если бы вы слышали, как вчера этот роман спела княгиня Ливен, чудно. Да вы, Николай Алексеевич, кажется, не на шутку, ей увлечены, уже начал улыбаться Вильгельфт. Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны. Продекламировал Матусевич, лихо закручивая усы. — Смотрю я на вас, Николай Алексеевич, и завидую вам, сколько в вас бодрости и жизнерадостности. Никогда-то вы не унываете. И вам, дорогой Вильгельм Карлович, не советую. — Чем вы меня сегодня огорчите? Ткнул Витгевт пальцем в папку с бумагами, которую принес с собой Матусевич. — Я раз навсегда положил за правило, никакими бумажками не огорчаться и вас не огорчать. Не стоит они этого. — Сегодня только одна интересная бумажонка от наместника, вот она. Матусевич вытащил из папки коротенькую телеграмму и подал ее Витгевту. — Ввиду поступающих к нам сведений о недопустимом для военачальника упадке духу генерала Стесселя, прошу сообщить ваше откровенное мнение о пригодности его к занимаемой должности, Алексеев. — Вот так фунт. — Что же мы ответим на эту телеграмму? — задумчиво спросил Витгевт. — Ответ, по-моему, ясен. — Стессель — большая сволочь, и чем скорее его уберут из Артура, тем лучше. — Нельзя, нельзя, нельзя. Так будет грубо. — Я не говорю, чтобы дословно писать так, но как бы только Стессель не пронюхал об этом, а то совсем нам житья от него не станет. Бог не выдаст, Стессель не съест. Я подумаю, как ответить. Отодвинул бумаги Витгевт. В это время вошедший Вистовой доложил, что обед подан. Оба адмирала поспешили прервать свой разговор и направились к столу. — Вы попробуйте это, такайское, Вильгельм Карлович. Так и согревает желудок. — А какой букет, только понюхайте, нектар, а не вино? Специально вчера у Чурина старший приказчик для меня отыскал в подвалах, перевел разговор Матусевич и, понюхав вино, с чувством выпил свой бокал. Витгевт последовал его примеру мелкими глотками, попивая вино. На лице его разлилась блаженная улыбка. — Да, вы правы, Николай Алексеевич, редкостное вино. И оба адмирала налили себе еще. После обеда адмиралы разошлись по своим каютам в одиночку выпить по чашечке черного кофе с ликером и всхрапнуть потом с полчаса в мягком кресле. Уже совсем стемнело, когда Витгевт проснулся. Он сладко потянулся, разминая затекшие члены, взглянул в потемневшее по вечернему стекло иллюминатора и встал на ноги. Был около девяти часов вечера. Однако заспался я сегодня. Подумал адмирал и позвонил. — Попроси-ка мне адмирала Матусевича, — приказал Витгевт, явившемуся на звонок матросу. — Есть! — ответил матрос и поспешил выйти. Матусевич явился с проектом ответа наместнику на запрос о Стесселе. — Мы можем очень насолить Стесселю, дав ему соответствующую характеристику на запрос наместника. Злорадно хихикал Матусевич. Витгевт несколько раз внимательно прочел текст и задумался. — По совести говоря, Стессель плохой генерал и плохой человек. Наконец задумчиво проговорил адмирал. Но боюсь только, что сейчас во мне сильно чувство личной обиды. Нет, отложу дело. До завтра. Там будет виднее. Надо отвечать немедленно. Ночью лейтенант Бураков уходит в Инкову, — напомнил Матусевич. — Очень резко, — Николай Алексеевич, у вас написано. Надо мягче и объективнее, чтобы не подумали, что я свожу со Стесселем личные счеты, — заволновался Витгевт. Лучше ответим так. По совести считаю, что у Стесселя нет твердой уверенности, что с помощью наличных средств он сумеет отстоять Артур, быстро меняет свои убеждения и настроения под влиянием обстановки и окружающих лиц, а авторитет имеет лишь в силу старшинства. Всю надежду защиты Артура возлагает только на флот, для личного командования крепостью непригоден. Витгевт Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали.